Однако, когда он хочет осуществить свой план, сзади появляется мужчина и останавливает его. Мужчина потрясен, увидев Загана, и замечает, что он зашел на территорию Загана. Загаман размозжил мужчине голову, убив его в одно мгновение. Тем временем девочка упала в обморок, потому что никогда не видела столько крови. Увидев девочку без сознания, Заган намеревается использовать магию, чтобы починить платье девочки и удалить пятно крови. Тем временем ее память о том, что ее ненастоящий товарищ был магом, все еще жива. Когда Заган замечает, что у девушки на шее крестик, он понимает, что девушка принадлежит к церкви, которая становится врагом такого же мага, как и он сам. Хотя его и обвинят в том, что он виновен во всем, что произошло, он чувствует, что это не имеет значения, потому что он настоящий маг. Привык к этому. Заган совершает магический круг, но затем он замечает, что его магический круг кто-то взломал. Он знает, что человек, который это сделал, его коллега маг Барбатос. Несмотря на то, что Барбатос выглядит злым, он единственный друг, который есть у Загана. Благодаря этому человеку мы также знаем, что Заган – маг, который заботится только о том, чтобы усилить магическую силу для себя. Заган даже стал знаменитым, потому что он очень апатичен по отношению к окружающим и даже не заботится о других. Барбатос смотрит на девушку и чувствует, что она обладает довольно сильной магией, и он просит своего друга оставить ее ему, на что Заган категорически отказывается. Когда Заган собирается уходить, Барбато останавливает его. Когда они обсуждают продолжительность жизни магов, Барбато начинает говорить о повелителе демонов Мархосиасе. В этом аниме рассказывается, что в этом аниме есть 13 повелителей демонов, и один из них – повелитель демонов, который умер в возрасте тысячи лет. Несмотря на то, что Зан раздражен Барбатосом, он спрашивает его, что он хочет сказать. Затем Барбатос говорит Зану, что в киноидах состоится грандиозный аукцион. Также говорят, что на аукцион будет выставлено несколько ценных предметов, и один из них – наследие повелителя демонов Маркосаса. Заинтересовавшись этим наследием, Заган решает пойти с Барбата. Барба должен ходить так же, как Заган, и обещает, что взамен отдаст девочек. Заган отказывается от его предложения, потому что считает, что девочки надоедливы. Как раз в этот момент они замечают нескольких рыцарей, которые выглядят занятыми. Заган интересуется ими, и ему сообщают, что это как-то связано с инцидентом с похищением девочки в городе. Более того, Барбатос сообщает Загану, что он стал одним из подозреваемых. Заган находит это смешным, потому что считает, что идея приносить жертвы во имя магии – это неприятная вещь. Прибыв на место проведения аукциона, они обнаруживают, что аукцион уже начался. Барбатос рассказывает ему о нескольких известных волшебниках, которые также присутствуют на мероприятии. Это Кимер в роли Черного Клинка, Ремори-Чародейка и Волк-Дух. Услышав имена чародеев, Заган понимает, что они могущественные колдуны. Они, так же как Зеган и Барбатос, являются кандидатами на пост Повелителя Демонов, который заменит Мархасиаса. Сцена переключается на Гриме и Кимураса, которые говорят о Загане и Барбатосе. В отличие от Барбадоса, известного как Чистилище, Заган – единственный волшебник, у которого нет псевдонима или титула. Аукцион подошел к концу, и все в шоке, потому что последний лот не является наследием Повелителя Демонов, как ходят слухи. Судя по всему, девочка-эльф – последний лот на аукционе. Считается, что эта эльфийка – редкий эльф, потому что она родилась с белыми волосами. После того, как аукционист объяснит детали ее внешности, аукцион начнется с десяти антикварных монет. Неожиданно Заган предлагает девушке высокую цену. Барбатос удивлен поступком Зейдена и спрашивает его, какую магию он испытает на девушке. Тем временем Зеган все еще чувствует странное сердцебиение. Затем он подходит к девушке-эльфу, но не может говорить, когда сталкивается с ней лицом к лицу. Ему трудно разговаривать с девушкой, и то, что он говорит, звучит двусмысленно. Затем аукционист объясняет, что девушку-эльфа всегда оберегают от осквернения, и считается, что обычная магия вообще не окажет на нее никакого воздействия. Сцена возвращается к началу истории. Заган выглядит смущенным, потому что он никогда ни с кем не разговаривает, кроме Барбатоса. Обдумав несколько тем для разговора, девочка-эльф начинает говорить и спрашивает его, как он собирается ее убить. Заган шокирован вопросом и отрицает это, потому что у него будут большие неприятности, если она умрет. Однако девочка неправильно истолковала его ответ, взглянув на орудие пыток в комнате. Она думает, что Хавиан убьет ее простым способом. Заган замечает, что инструменты принадлежат предыдущему правителю замка, и он никогда не убирает и не передвигает вещи. Когда у Загана заканчиваются слова, он решает представиться. Но у него также возникают трудности, когда он хочет спросить имя девушки. После упоминания своего имени, Нефилия просит Загана называть ее Нефи. Хотя Заган уже знает ее имя, ему все равно кажется это странным, потому что Нефи не обладает такой проницательностью, как эльфы в целом. Но позже он был шокирован признанием ней. Заган краснеет, когда Нефи убеждает его, что она девственница. То же самое и с Барбатосом. Нефи тоже думает, что Заган принесет ее в жертву или сделает образцом для подражания. Заган отрицает это и заставляет племянника задуматься, зачем он ее купил. Затем Заган приходит в себя и не знает, в какую комнату поместить ней. В конце концов, он набирается смелости и подходит к ней, намереваясь проводить ее до ее комнаты. Однако Ней неправильно понимает его намерения. Услышав ее ответ, Заган понимает страдания Ней с тех пор, как она стала рабыней. Он считает, что она должна быть запугана, чтобы стать образцом для подражания колдуну. Даже если он не понимает, что означает проклятое дитя, он знает, что племянник не хочет ничего объяснять. Но теперь он знает, что у племянника нет дома, куда он мог бы вернуться. Заган думает о себе и чувствует, что он такой же, как все. У него не только нет родителей, но он даже ворует еду, чтобы перекусить, или подбирает ее из мусорного ведра. Более того, его имя также происходит от того, как его называли люди. После того, как он вспомнил свои воспоминания, Заган попросил Ней не говорить о таких вещах, как смерть или что-то в этом роде. Ней удивлена, услышав слова Загана, и она начинает доверять тому, кто стоит перед ней. Подумав о том, чтобы поселить ее в комнате с прекрасным видом, Заган предлагает ей остановиться в комнате, расположенной в башне его замка. Ней опять неправильно понимает его намерения и думает, что ее повесят за руки или за шею. Именно в этот момент Нефи теряет равновесие и вот-вот упадет. Заган быстро протягивает ей руку и спасает ее. Он берет ее за руку и ведет в ее комнату. Однако, когда он открывает дверь, они видят в комнате ужасную гильотину. Заган пытается объяснить и опровергнуть это, но этого недостаточно, чтобы убедить Нейя, а также самого себя. Заган, который боится, что ситуация усложнится, использует свою магию, чтобы уничтожить гильотину. Однако Ней шокирована и напугана, потому что это первый раз, когда она стала свидетелем такой мощной разрушительной магии. Заган, который общался только с таким же могущественным магом, как и он, постоянно сталкивается с проблемами, когда имеет дело с чем-то обычным. Они входят в комнату, и хотя она выглядит грязной, когда племянник идет к балкону, чтобы увидеть луну и хочет дотянуться до нее, Заган думает, что ей это нравится. Хотя она и не уверена в том, что ей нравится, она просит, чтобы ей разрешили остаться в этой комнате. Несмотря на то, что она выглядит убогой, Нейфи нравится комната, которую ее хозяин приготовил для нее. Заган разрешает ей остаться в комнате, и Нейфи благодарит ее, удивляя его, потому что прошло много времени с тех пор, как он в последний раз получал такую искреннюю благодарность. Услышав ответ своего хозяина, Ней также чувствует, что прошло много времени с тех пор, как она кого-то искренне благодарила. На следующее утро Заган выглядит так, словно не мог уснуть всю ночь, потому что Ней спит в своей комнате. Он не мог позволить ей спать в ее новой комнате, потому что она была грязной и непригодной для проживания. Вскоре после этого Ней просыпается и убирает веревку своего хозяина, которую использовала в качестве одеяла. Заган входит в комнату и теряет дар речи, увидев утреннее приветствие от ней. Он думает о нескольких ответах на ее приветствие, но не может произнести их должным образом. Затем он дает ей еду на завтрак. Ней удивлена, увидев, что ее хозяин ест ту же еду, что и она, которую обычно дают рабам. Заган был шокирован, когда узнал, что пища, которую он ел все это время, похожа на корм. В первом классе он подумал, что Нейфи сердита, но когда он внимательно посмотрел на выражение ее лица, она выглядела скорее обеспокоенной, чем сердитой. Во время еды Заган осознает и признает, что вяленое мясо ему не подходит. По-видимому, это вошло у него в привычку, потому что в детстве он ел только вяленое мясо и черствый хлеб. Когда он рассказывает, что обычно едят нормальные люди, Нейфи неожиданно просит разрешения съездить в город за продуктами. Однако Заган забывает, что он разорен после того, как купил Ней за один миллион каирских монет. Осознав это, Заг и затем приглашает Нейя уйти оттуда пешком. Во время прогулки Заган думает о том, как заработать денег и думает о продаже пыточных приспособлений в замке. Однако он не может этого сделать, потому что у него нет монет, чтобы заплатить перевозчику. Тогда он подумывает ограбить Кучера, но не делает этого, потому что знает, что Ней возненавидит его. Он даже подумывает о том, чтобы продать свой замок и вести скромную жизнь с ней. Размышляя о том, как заработать денег, они видят Кучера, которого грабят несколько бандитов. Заган, который выглядит спокойным и безразличным к случившемуся, внезапно меняет свое мнение, увидев Ней, которая выглядит испуганной. Заган предполагает, что Ней все еще травмирован после похищения, обращения в рабство и даже продажи на аукционе. Бандиты удивлены, обнаружив своего колдуна, и пытаются сразиться с ним. Бандиты, которые не знают о разнице в уровнях между ними, вынуждены забрать силу Ксавина. После того, как они нокаутировали босса бандитов, остальные бандиты вызывают мастера-слесаря. Оказывается, их мастер-колдун такой же, как и Заган. Волшебник появляется таинственным образом и приветствует их. Однако неназванный колдун не может сравниться с Заганом, который является одним из следующих кандидатов в Повелители Демонов. После того, как он успешно заставил бандитов возглавить сцену, Заган смотрит на Нефи, который смотрит на него, и думает, что он снова допустил ошибку. Однако, когда он собирается сказать что-то крутое, все, кого он спас, смеются над ними. После этого он не только получает от них благодарность, но и предлагает немного денег, если согласится сопроводить их в город. Получив деньги, Заган чувствует себя подавленным, потому что это первый раз, когда он получает вознаграждение, хотя он часто прогонял бандитов прочь. Он думает, что это благодаря Нефи, который на его стороне. Позже они присоединятся к ним в городе. Сидя на заднем сиденье кареты, Нефи спрашивает Загана, почему он спас их от бандитов. На первом месте Заган собирается сказать, что он сделал это, чтобы она не боялась бандитов. Но он передумывает, так как считает, что это отличный шанс запечатать ее сердце своими нежными словами. Однако, это существует только в его сознании, поскольку он не может ничего сказать. Короче говоря, они приезжают в город, и Заг ведет Нефи в магазин одежды, так как он знает, что ней будет неловко, если ей предложат куда пойти. Когда они входят в магазин, хозяйка магазина внезапно начинает вести себя странно, обнаружив в магазине колдуна. Однако, она меняется, когда видит ней, которая выглядит красивой, несмотря на то, что она рабыня. Когда владелец магазина Мэй и Мануэла ведут ней примерять платье, Заган замечает выражение лица Мануэлы, когда она смотрит на рабскую цепь ней. И понимает, что это очень бросается в глаза. А потом ней появляется в новом платье, шокируя Загана. Затем Заган говорит Мануэле выбрать обычное платье для ней, к большому разочарованию Мануэлы, у которой уже было несколько нарядов, которые Нефи мог примерить. Наконец, Мануэла находит скромное платье для ней. Затем Заган спрашивает мнение Нефи об этом платье, но она отвечает, что примет все, что даст ей хозяин, без жалоб. Поэтому Заган строго спрашивает ее, чтобы она ответила ему должным образом, попросив Мануэлу одеть ее в его сексуальный наряд. Увидев, что Мануэла принесла сексуальное нижнее белье, Нефи наконец говорит, что ей нравится наряд горничный, который на ней сейчас надет. Выйдя из магазина одежды, они направляются в магазин оборудования. Вот здесь Иган просит владельца магазина разблокировать цепочку Нефи, потому что он не хочет, чтобы все думали, что Нефи является собственностью повелителя демонов Маркосиаса. К сожалению, владелец магазина сообщает, что цепочка запечатана магией, и это убьет Нефи, как только кто-то попытается ее разблокировать. Единственный способ освободить ее, это использовать ключ от цепочки. Зан, который знает, что ни у кого из участников аукциона не было ключа, предполагает, что ключ находится где-то в замке повелителя демонов Маркосиуса. Прежде чем покинуть магазин, Зан отдает несколько монет, чтобы расплатиться, но владелец магазина отказывается. Владелец магазина рассказывает, что год назад Заган спас его и его дочь. Однако в то время они были напуганы, увидев колдуна, и ушли, не поблагодарив его или что-то в этом роде. Хотя Заган этого не помнит, владелец магазина утверждает, что он навсегда запомнит его помощь. За пределами магазина Заган думает о том, через что ему пришлось пройти сегодня. Он чувствует, что получил огромное количество благодарности от всех, и предполагает, что это должно быть из-за Нефи. После этого Заган ведет Нели в ресторан. Прежде чем насладиться ее блюдом, Нефи спрашивает Загана, почему он хочет снять с нее цепочку. Она также спрашивает его, не боится ли он, что она убежит от него, как только цепь будет снята. Хотя он и боится, что племянник может убежать от него, он говорит Ней, чтобы она больше не думала о побеге, потому что он все еще не может отпереть цепочку. Ней соглашается и смотрит на стейк, лежащий перед ней. Заган думает, что Ней не умеет пользоваться столовыми приборами, но оказывается, что она вспоминает свое темное прошлое, когда она могла только смотреть на счастливую семью, наслаждающуюся едой, в то время как она была одна в углу с испорченной едой. Затем она говорит, что впервые ест такую изысканную еду. Услышав это, Заган понимает, что одна из причин, по которой он интересуется Ней, заключается в том, что у них с ней схожее прошлое. Заган смотрит на ней, которая кладет в рот помидор черри. Заган говорит, что она не может почувствовать вкус помидора черри, пока не откусит его. Когда она это делает, она говорит, что это восхитительно на вкус. Как ни странно, Заган хочет подражать ей, но в итоге ему становится неловко, когда он не может взять помидор черри со своей тарелки. Нефиган кормит его с ложечки. Нефи просит разрешения проявить инициативу, которая полезна для ее хозяина. После получения разрешения Заган возвращает ей то, что она сделала с ним раньше. После того, как они оказались в центре внимания, они покидают ресторан. Заган считает, что их с ней можно назвать хозяином и слугой, у них очень хорошие отношения. Сцена переходит к ангельскому рыцарю, которого они с Зигом спасли на днях. Она вспоминает, что произошло в тот день, и вспоминает человека, который спас ее. Она чувствует, что хотя выражение его глаз выглядит жестоким, в то же время в них сквозит одиночество. Как раз в этот момент входит священник по имени Кладуэл и застает рыцаря врасплох. Кладуэл заявляет, что нашел человека, стоящего за нынешним инцидентом с похищением девочки, и подозревает, что преступник колдун Заган. Рыцарь пытается отрицать это, но Кладуэл считает, что колдуны – это зло, и ему даже все равно, хотя Заган не является преступником. Чувствуя, что это неправильно, рыцарь предлагает себя для расследования этого дела. Сцена переключается на Загана, которому снится кошмар. Он просыпается от своего кошмара и обнаруживает, что Ней ждет его. Она говорит ему, что его завтрак готов. Заган удивлен, обнаружив, что Ней ждет его, пока он не проснется. Тем временем Ней чувствует, что это не имеет значения, потому что она может смотреть на лицо своего хозяина, пока он спит. В столовой Заган с удивлением замечает, что комната изменилась и выглядит яркой и экстравагантной. Заган замечает две буханки хлеба и спрашивает Нефи, когда они купили этот хлеб. Однако Нефи отвечает, что это она испекла хлеб. Именно в этот момент Заган замечает, что уши Нефи подергиваются, показывая, что она счастлива. Узнав, что Нефи приготовил завтрак только для него, Заган предлагает поделиться своим хлебом. Нефи отвечает, что она также приготовила для него только один стул. Неожиданно Заган быстро просит ее сесть к нему на колени и позавтракать вместе с ним. Хотя Нефи и стесняется, она подчиняется приказу своего хозяина. Затем Загин кормит ее, хотя и знает, что Нефи в данный момент переживает свой позор. В ответ Нефи дает ему ложку супа, и Загин замечает, что суп на ощупь теплый. Загин быстро объясняет, что это суп, и Ней говорит то же самое, хотя она его и не пробовала. В этой сцене видно, как Ней приходит в библиотеку к своему учителю. Она спрашивает его, что он изучает, и он отвечает, что это магия. Ней комментирует, что она догадалась об этом, но поскольку она не понимает пентаграммы, которую нарисовал ее учитель, она спрашивает об этом своего учителя. Услышав это, дракон предполагает, что магия эльфа отличается от магии чародея. Затем Нефи объясняет, что это потому, что она эльфийка, которая вообще не может использовать магию. В своем монологе Заган сожалеет об этом, потому что у Нефи больше манны, чем у других людей. После того, как Верг Заген расскажет ей об основе создания магии, создающей силу, которая, как говорят, является письмом, оставленным богом или соглашением колдуна с демонами. Он также научит Ней добавлять узор над магическим кругом. Позже Ней произвел впечатление на Загана, который заметил, что они могут добавить еще один узор между его магическим кругом, хотя это сопряжено с высоким риском неудачи. Заган заметил, что при хорошем контроле маны это можно сделать. Ней предполагает, что они могут перехватить чью-то магию. Заган подтверждает это и говорит, что если кто-то может использовать такую магию, то никакая магия не может повлиять на этого человека. Заган комментирует, что у Нефи есть потенциал стать волшебником, и рассказывает ей о волшебниках, которые должны расставлять уловки и ловушки в своем магическом круге. Нефи сказано не трогать там ничего. Нефи говорит, что она чувствует себя счастливой, потому что может непринужденно поговорить со своим учителем. Взволнованный его Аган оправдывается, что это потому, что они говорят о чем-то, о чем он знает больше всего. Затем Нефи задает вопрос о конечной цели своего учителя, стремлении к великой власти, но она быстро извиняется, узнав выражение лица своего учителя. Она извиняется за то, что ее вопрос невежлив. Затем Заган рассказывает ей о своем тяжелом детстве. Его часто избивали люди на рынке и даже брали в плен колдуны, чтобы он стал их образцом. К счастью, ему удалось переломить ситуацию, и он намеревался стать сильнее, чтобы выжить. Более того, он говорит, что все, чего он желает, это бессмертие. Нефи замечает, что он никогда не думал о том, чтобы стать сильнее. Заган приближается к ней и намеревается научить ее магии. Внезапно он чувствует, что несколько человек приближаются к его замку. Затем Заган говорит племяннику приготовить ужин для них обоих, потому что он чувствует, что его гости не задержатся надолго в его замке. Тем временем Чистили и ее элитные рыцари чувствуют, что они просто бродят по одному и тому же району. Осознав, что это магия барьера, Чистили использует свой священный меч, чтобы разрушить барьер вокруг замка. После этого перед ними появляется Заган и понимает, что женщина-рыцарь перед ним – это человек, которого он спас на днях, а также один из 12 обладателей священного меча, убивших демона-господь в прошлом. Битва неизбежна, и двух рыцарей легко вывести из строя. Заган говорит третьему рыцарю не драться с ним, если он не хочет видеть Чистила, несущего трех бесполезных рыцарей. Однако третий рыцарь не слушает и пытается атаковать Загана, но в итоге оказывается нокаутированным. Чистил спрашивает Загана, почему он не убил его. Заган объясняет, что он всего лишь хочет посеять ужас среди всех, поэтому он позволяет своей жертве жить и нести позор всю свою жизнь. Услышав это, Чистил чувствует, что Заган лжет прямо сейчас. Очевидно, Заган не хочет, чтобы Нефи испугалась, если она найдет мертвых людей вокруг замка. Узнав, что Заган будет убивать своих жертв, она все равно намерена начать атаку. Чистил спрашивает Загана, почему он был заражен магией. Заган отвечает и спрашивает ее в ответ, какое преступление совершает человек, который только узнает об этом. К сожалению, Чистилу внушили о злых деяниях колдуна, и она не хочет слушать Загана, который говорит, что сила ангельского рыцаря равна силе колдуна. Удивительно, но Чистилу удается загнать Загана в угол, и он начинает понимать, что Чистил сдерживается в полном одиночестве. Зан врезается в дерево позади него, и когда Чистил пытается напасть на него, Заган думает, что у него нет другого выхода, кроме как убить ее. Внезапно она все еще просит его притвориться мертвым. Заган не верит, что такой ангел, как она, может сказать такое. Чистил объясняет, что хотя Заган сказал, что хотел посеять ужас, в его глазах светится милосердие. Более того, она заявляет, что никогда не забудет того, кто спас ей жизнь. Услышав это, Заган поверил, что она говорит серьезно, потому что ангелоподобный майк, защищающий колдуна, считается тяжким преступлением. Заган чувствует, что не может сбежать от Чистити, и боится, что Ней станет их целью. Как раз в этот момент Ней выходит из замка и все усложняет. Один из рыцарей бросает в нее копье, но Заган быстро прыгает, чтобы спасти ее, и в итоге сам ранит себя. Заган вырывает копье из его руки и говорит Ней, что с ним все в порядке. Внезапно он чувствует, что вокруг них что-то происходит, и в то же время деревья вокруг них раскачиваются на ветру или внезапно появляются. После этого на деревьях появляются усики и нападают на рыцарей. Оказывается, Нефий управляет усиками и нападает на рыцарей. К счастью, Зану удается остановить ее и спасти рыцарей. Заган впечатлен реальной силой Ней, которую она продемонстрировала ранее. Позже той же ночью Ней лечит матку Зан, в то время как Чистил и рыцари покидают замок. Чистил приносит извинения за то, что вовлек в это дело такого невинного человека, как Ней. Обработав свои раны, Заг спрашивает Ней, которая ранее говорила, что не может использовать магию. Ней объясняет, что это была не магия, но она отказывается объяснить, что это было. Хотя Заган спрашивает ее, что это было. Заган пытается убедить ее, и она наконец заговаривает. Она спрашивает Загана, боялся ли он ее силы. Заган признается, что был потрясен, потому что никогда раньше не видел такой силы. Затем она объясняет, что это называется мистицизмом. Магия и мистицизм – это две разные вещи. Заган объясняет, что мистицизм отличается от колдовства, которое должно быть понято с помощью логики. Любой мистицизм можно использовать, просто обратившись к природе. Заган думает, что все эльфы могут обладать такой силой, но Нефи объясняет, что она единственная, кто может это сделать, вот почему ее называют проклятым ребенком. Это также объясняет, почему она подвергалась дискриминации со стороны своего народа, пока однажды на ее деревню не напали. И жители деревни решили использовать ее власть в качестве платы за то, что я оставил ее в живых. Услышав это, Нефи почувствовала, что она откуда-то что-то услышала, и в итоге ее поймали, в то время как другие жители деревни в отчаянии разбежались. Видя, что Ней, похоже, сожалеет о своих мыслях, Заган понимает, почему она не проявила никаких эмоций. Ней извиняется перед Заганом, так как думает, что ее хозяин разочарован в ней. К ее удивлению, Заган хвалит ее, потому что на ее месте он бы убил всех жителей деревни и налетчиков. Чтобы избавиться от сожалений по отношению к своим односельчанам, Заган просит ее забыть о них, потому что мертвые люди не могут жаловаться ей. И стать сильнее – единственный способ избежать этого, чтобы тебя считали слабым. Более того, он утверждает, что стать сильнее – это не преступление. После того, как она перестала плакать, Нефи почувствовал смущение из-за того, что она только что проявила себя недостойно. Она спросила, у тебя все еще болят руки? Заган сказал, что если подумать, боль кажется прошла. Раны исчезли. Оказалось, что только что он дотронулся до щеки ней. Значит, его рана зажила. Вот в чем сила мистицизма. Это гораздо более действенное средство, чем целительная магия. Он нашел это впечатляющим и сказал, спасибо тебе, Ней. Это удивило Нефия, потому что это был первый раз, когда он сказал ей это. Заган был шокирован, потому что это означало, что он не сказал ей ни единого слова благодарности. Перед сном ней не стала спать в своей комнате, а принесла подушку Загану и попросила переспать с ним, удивив его. Заган спросил, Ней, ты понимаешь, что говоришь? Ней сказал, что в этом замке только одна кровать, так что ты всегда спишь в этом кресле. Я думаю, тебе было бы лучше отдохнуть, если бы ты лег, поэтому я подумал, что ты мог бы присоединиться ко мне. Заган немного разочарован, потому что он понял, что она не делала никаких физических попыток к сближению. Она действительно хотела спать с ним в одной постели. Он сказал, я ценю твою заботу, но это опорная точка моих барьеров. Если что-то случится, важно, чтобы я был в этой комнате. Нефий сказал, что я подумал, что возможно так оно и есть. Именно поэтому, пожалуйста, садись ко мне на колени. Услышав это, Заган был чрезвычайно взволнован. Очевидно, он не мог от этого отказаться. Он задавался вопросом, что же это за смесь смущения и комфорта, не говоря уже об очень впечатляющем виде. Ему было любопытно, чем это вызвано. Он сказал, что ты сказал, что я могу остаться здесь после того, как узнал о своем мистицизме. Я хотел выразить свою благодарность. Загин сказал, что в благодарности нет необходимости. Я и так проделал отличную работу. Он спросил, Нефи, тебе интересно изучать магию? Судя по тому, что я увидел сегодня, ты не очень-то разбираешься в мистицизме. Учитывая, сколько силы ты проявляешь, несмотря на ограничения маны и ошейник, я не уверен, что магия обучения поможет тебе справиться с мистицизмом. Но ты мог бы, по крайней мере, использовать ее для защищайся сам. Нефи сразу же согласилась изучать магию, потому что хотела защитить своего учителя, но Ксавин предпочел бы, она делала это ради себя самой. Так что Нефи теперь его ученица. До сих пор он даже не задумывался о том, чтобы одержать победу и доверить полученные знания и техники кому-то другому. Нефи спросил его, в истории, которую ты упомянул ранее, ты сказал так, будто твоя сила означает, что ты не понимаешь, что чувствуют слабые. Неужели слабым людям даже не позволено жить? Неужели выставление на показ своей силы действительно делает тебя таким великим? Ты сказал это так, будто это ничего не значит. Но я думаю, что тебе должно быть было больно. Когда ты говорил об этом, у тебя был очень грустный вид. Ты неплохой человек, учитель. Может, ты и не очень разговорчив, но я никогда не забуду, как хорошо ты ко мне относился. Слова Нефи довели Загана до слез. Он подумал, что это совсем неплохо. Было бы здорово, если бы у них было больше таких моментов, как этот. На следующее утро Барбатос пришел искать Загана, потому что он слышал, что у Загана есть рыцари-ангелы. Он слышал, что у одного из них даже был священный меч. Видя, что Заган все еще в безопасности, Барбато предположил, что даже Дева Священного Меча не представляет угрозы для Загана, но Заган сказал, что она довольно сильная. Ей удалось разрушить несколько барьеров вокруг замка. Кстати говоря, не мог бы ты, пожалуйста, перестать прорываться сквозь них всякий раз, когда появляешься. Нефи принес Барбатосу чай. Сначала он не обратил на это внимания, но сразу же был потрясен, увидев, что этот эльф все еще жив. Он спросил Загана, это тот самый эльф из прошлого, верно? Ты еще не использовал ее в качестве жертвы? Только не говори мне, что позволяешь ей жить до тех пор, пока она служит тебе. Загин сказал Барбатосу, что Ней – его ученица. Это удивило Барбатоса, но Зеган сказал, что есть колдовство, с которым трудно справиться в одиночку. Ней тебе пригодится. Барбатос сказал, что нужно использовать эльфа. Скорее всего, здесь нет никакого колдовства, и у него ничего не получится. Эта идея никогда не приходила мне в голову. Заган понял, что Барбатос говорил о ней так, словно она была предметом. Заган тоже иногда так делает, но когда он услышал это от кого-то другого, ему стало не по себе. Барбатос спросил Загана, благодаря ее силе ты тоже прогнал ангельских рыцарей. Дагин сказал, что она действительно приложила к этому руку. Да, Барбатос считает, что это объясняет беспорядок на улице. Барбатос спросил, ты претендуешь на одно из мест Аркана, не так ли? Заган сказал, а почему бы и мне не претендовать? Все, чего на самом деле хотел Зан, это получить ключ. Но с властью женщины-ковчега меньше людей рискнули бы преследовать Нефи. Правда в том, что шестиугольник вряд ли будет выбран прямо сейчас. Прошло всего 10 лет с тех пор, как он начал изучать магию. Есть и другие люди, которые занимаются этим уже несколько сотен лет. С точки зрения накопления знаний и опыта, вы просто не можете сравниться. Но пока ты жив, всегда есть шанс, что он сможет занять следующее свободное место. Саган сказал ней, что это хорошо сочетается с черным чаем. Это очень вкусно. Она была в восторге, услышав это. Барбатос спросил Загина, ты ведь не привязался к этой девушке, не так ли? Я думаю, что в тебе все-таки осталась хоть капля человечности. Потом Барбатос ушел и задумался, зачем он вообще сюда пришел. Нефи спросила Загина, разве вы не друзья? Сказал Загон, не будь смешным. Тебе нужно тщательно выбирать друзей, иначе они станут только помехой. Но Ней заметил, что Загон, похоже, хорошо проводит время. Заг и подумал, нравится ли мне разговаривать с этим идиотом. Это абсурд. Ней просто ошибается. А теперь пришло время восстановить барьеры, разрушенные ангельскими знаками. Это хорошая возможность научить Нефи основам магического круга. С этого момента Нефи усердно занималась своими уроками магии, одновременно занимаясь делами замка. Я подумал, что одиночество почему-то приятнее, чем ожидал Заган. И мало-помалу Нефи начала больше выражать себя. Что касается мистицизма, то, похоже, ей все еще было трудно контролировать его. Заган сказал Нефи, что теперь ты можешь использовать какое-нибудь приличное колдовство. Он подумал, не мог бы он просто избавиться от этого ошейника. Не успел он опомниться, как уже целый месяц жил с Нефием. Внезапно Нефи услышал громкий взрыв. Какой-то зверь принес сак в письме. Это было для меня шоком. Казалось, что 12 арманов звали его. Торговый центр, залпы пушек под этим городом – это руины, которые покойный архимаг Мархосиас использовал в качестве защитного слоя. Именно здесь собрались все 12 нынешних арканов и ждали его. Вопрос был в том, чего они хотели, Заган вошел внутрь и почувствовал невероятное давление со стороны 12 архаменов. Один из них сказал, я слышал, что ты еще маленький, но ты настоящий ребенок. Интересно, значит, ты самый молодой из всех, кого когда-либо выбирали. Загана чуть не стошнило от давления и интенсивности их манны небесной. Забудь о том, что ты находишься в поле зрения змеи. Ощущение было такое, будто он уже у тебя в животе. Это высшие маги арктаманов. Он сказал им, неужели меня вызвали только для того, чтобы на меня поглазели? Потому что если это так, значит ли это, что я могу пойти? Они рассмеялись и сказали, у тебя хватает наглости говорить с нами в таком тоне. Давай тогда обойдемся без любезностей. Ты же волшебник. Ты был выбран в качестве нашего 13-го товарища Архимага. Это бренд Арчеман, который Марч оставил после себя. Путешествие по морю Арчман – это процесс приобретения одной из этих эмблем. Загон задавался вопросом, что черт возьми, это за эмблема. Плотность и количество маны абсурдны, и я собираюсь унаследовать ее. Я чувствую подобную силу от всех присутствующих здесь. Я вижу, что умение спорить – это не просто титул, который ты заслуживаешь. Учитывая, какой силой они обладают, я понимаю, почему обычные маги бессильны против них. Они спросили, что случилось. Тебе что-то не нравится? Загон сказал, что на самом деле нет, но в остальном это не имеет особого смысла. Есть колдуны гораздо более могущественные, чем я. Они сказали, что это естественное сомнение. Твоя сила все еще незначительна, но несмотря на это нет ведьмака, который мог бы убить тебя. Первый чародей, которого ты убил, Андрос проклятый, ни в коем случае не был слабым. И все же, несмотря на это, ты смог отомстить ему, забрав его жизни и все его знания. Как получилось, что восьмилетний мальчик смог сразить колдуна, который заслужил свое второе имя? Ты смог изучить его магию с одного взгляда. Не только это, но и то, что ты понял ее назначение в тот единственный момент. Именно поэтому ты смог создать совершенно уникальное колдовство. Твое колдовство достойно всего. А как же твои таланты? Ты достоин негодования. Если ты решишь отнять что-то у других, никто не сможет тебя остановить. Если ты решишь убить, никто не сможет выжить. Если ты захочешь этого, у всех остальных не останется иного выбора, кроме как отдать тебе свое колдовство. Тираническая власть подобает архимандриту. Со временем ты станешь величайшим колдуном во всей истории, именно поэтому сейчас тебя сделают архимандритом, несмотря на твой юный статус. Все делается ради знаний. Все для того, чтобы мы могли овладеть магией. Если то, что ты говоришь, правда, то это означает, что я мог бы учиться у всех вас, не так ли? Они рассмеялись и сказали, действительно, но будь осторожен, мальчик. Знай, что мы могли бы получить от тебя гораздо больше, чем ты смог бы получить от нас. И гнев архимана – это не просто разрушение. Это не разрушитель всего, что ты когда-либо знал. И будь человеком, материалом или памятью, до самого своего существования его больше нет. Такова природа существ, с которыми ты сталкиваешься, и природа того, кем ты станешь сам. Там не будет мира и умиротворения. Из теней колдовства мы попадем в еще более темную бездну, в непроглядную пустоту, куда не проникнет ни единый луч света. Это мир, который взывает к тебе. Саган уже знал все это. С того момента, как он стал магом, с того момента, как его заставили им стать, он знал, что о нормальной жизни не может быть и речи. Конечный пункт назначения для его волшебника – это одно из двух возможных решений. Стань одним из них или умри в безвестности. Повернуть назад никогда не было возможным. Он задавался вопросом, сможешь ли ты действительно затащить мне я в эту тьму. Они ждали ответа Сагана. Саган сказал, есть кое-что, чего я хочу. Если я смогу это получить, я приму это. Они спросили, чего бы ты хотел. Они согласились с пожеланиями Сагана, так что Саган смиренно принял должность Аромана. Давай поприветствуем нашу новую компанию Артема и Сагана и дадим ему его второе имя. После этого Саган вернулся в свой замок с задумчивым выражением лица. Он был на пути, откуда нет пути назад, но Нефи. У нее наконец-то появился шанс жить чем-то похожим на нормальную жизнь. Он сказал Нефию, что стал архимагом. Он показал ей знак повелителей магии. Другие чародеи должны им подчиняться. Они стоят выше всех остальных. В рамках своего назначения он получил все имущества Маркоса, что означает, что он может снять ошейник. Ошейник был снят. Он сказал, что как арктаман ты мне больше не нужен. Пожалуйста, уходи. Слова Зегана потрясли Нефи. Нефи проснулся и удивился, почему она здесь. Она вспомнила, что готовила ужин. Это было тушеное мясо ягненка. Хозяин и раньше любил это блюдо. Она хотела увидеть, как у него будет такое же выражение лица. Ей лучше поторопиться обратно, но она увидела этот ошейник. Она вспомнила, что ее хозяин избавился от нее. Она была удивлена, что не плачет, несмотря на то, что произошло. После того, как он сказал, что она может остаться с ним, пока племянник расстроен, Чистил случайно увидела ее и узнала в ней служанку волшебника Эйдена. Племянник знает, что Чистил рыцарь-ангел. Она спросила, меня здесь убьют, верно? Давай, ты можешь отрезать мне голову или делать все, что тебе заблагорассудится. Чиздейл сказал, нет, не пойми меня неправильно. Я не хочу причинять тебе боль. Люди вокруг задаются вопросом, что же там происходит. Разве это не Нефий? Неужели этот ангельский майк пристает к ней? Появляется Мануэлла и говорит Чистилу, что тебе совсем не стыдно? Только потому, что ты участвуешь в ангельской ночи, ты не можешь издеваться над такой хрупкой маленькой девочкой, как она. Прежде чем Чистил смогла объяснить, окружающие люди встали на защиту Нефи. Они думают, что Чистил издевается над ней. Посмотри на нее, она такая бледная. Ты, должно быть, что-то с ней сделал. Проваливай, ангельский рыцарь, ты бессердечное животное. Из-за этого Чистил совсем потеряла сознание. Нефи объясняет им, что Чистил ничего ей не сделала. Мануэлла спросила, тогда почему ты такой бледный? Она все еще плакала и сказала, я же сказал вам, что я ничего не делал. Я бы тоже забеспокоился, если бы увидел девушку с бледным лицом. А потом все три девушки пошли в ресторан поболтать. Целомудренная просит прощения за то, что ранее показала себя с неприглядной стороны. Нефи объясняет, что она встречалась с Чистил раньше, но кто-то другой ранил Загана, а не она, и этот человек уже заплатил за это. Теперь Таурус очень пугается, когда видит растение. Мануэлла сказала, что заплатит за это блюдо для племянника, но Чистиль пришлось заплатить за него самой. Кстати, именно это блюдо племянник приготовил для Загана вчера вечером. Она плакала, потому что вспомнила это воспоминание. Мануэлла сказала, что вам двоим стоит поплакать со своей старшей сестре сколько угодно. После недолгого разговора Мануэлла и Чистил узнали, что племянника выгнали из школы без объяснения причин. Кто сказал, что Заган казался честным человеком, но похоже, он просто использовал тебя. Ней сказал, что мой хозяин не такой человек. Мануэлла спросила Ней, заметил ли ты что-нибудь странное перед тем, как он тебя выгнал. Ней вспомнил, что Зайдан сказал, что он стал арчанцем. Мануэлла сказала, разве это не титул величайшего человека среди магов. Раньше этот город был безопасным, когда им управлял архимаг по имени Мархосиас. Но после его смерти произошла серия неприятных инцидентов. Сказал Чистил, ты имеешь в виду серийные похищения женщин колдунами? Сказала Мануэлла, я слышал, что церковь расправляется с преступниками. Там был колдун по имени Фастдилер и еще несколько человек. Сундук все еще помнил, что лорд Кладуэлл сказал, что волшебник Зеган был настоящим виновником серийных похищений людей. Племянник удивился, что в городе, похоже, не очень-то жалуют церковь. Объясняет Мануэлла, это потому, что с нас взяли смешную сумму денег в качестве пожертвования. Термин «сбор пожертвований» совершенно не имеет смысла. Нефи сказала, что Чистил, по ее мнению, хороший человек. Мы можем винить ее за это. Чистил сказала, что архидемоны – это зло, которое рыцари-ангелы должны победить, даже рискуя своей жизнью. Хотя священных мечей всего 12, архидемонов – 13. Даже если бы каждый из них убил по одному, нам не хватило бы одного, чтобы победить их. Если бы родился новый архидомен, церковь отметила бы его смертью до того, как он стал бы слишком силен. Возможно, даже среди чародеев найдутся те, кто попытается захватить и их земли тоже. Нефий начал понимать, что Заган вот-вот вступит в битву. Вот почему он бросил ее. Она все еще спрашивала Нефия, «Как ты думаешь, стал бы Зан сотрудничать с другими колдунами, чтобы совершать похищение людей и жертвенные ритуалы?» Нефий сказал, «Ни в коем случае». Учитель проявляет поразительную незаинтересованность в этой неделе. Когда он спас экипаж от бандитов, он просто сказал, что бандиты ему не нравятся. Возможно, он пытался заставить меня чувствовать себя непринужденно. Она все же сказала, что, вероятно, все именно так, как ты сказал. «Когда мы действительно скрестили шпаги, этот мужчина даже был снисходителен ко мне, потому что я женщина. Это было унизительно, но я не испытываю к этому ненависти». Мануэла видит, как Чистил краснеет, и дразнит ее, говоря, что Чистил влюблена в Загана. Чистил сказала, «Не говори глупостей. Я говорю не об этом. Когда я впервые встретил его, он выглядел так, словно нуждался в спасении». Несмотря на то, что он видел тепло, он не хотел признавать этого, поэтому отталкивал всех. Нефий мог понять, что чувствовал Чиздейл, особенно когда он говорил о прошлом. Нефий не может поверить, что есть кто-то еще, кто испытывает подобные чувства к своему учителю. Нефий немного ревнует, но она счастлива. Она помнит тот день, когда в ночь их первой встречи Нефий увидел луну в окне. Нефий подумала, что больше никогда не сможет ее увидеть, поэтому ее учитель встал рядом с ней и посмотрел на луну вместе с ней. Поразмыслив немного, Ней решила вернуться к своему учителю. Мануэла спрашивает, ты уверен в этом? Битва вот-вот начнется. Ней сказал, что мастер силен. Он никогда никому не проиграет. Но это не значит, что ему нельзя причинить боль. Никто не может смириться с тем, что он совсем один. Я хочу поддержать его. Видя решимость племянника, Чез тоже решила сделать все, что в ее силах. Похоже, что существует колдун, который использует имя Зейдена для совершения преступлений. Я не могу притворяться, что защищаю его из-за своего положения, но я думаю, что по крайней мере должен быть в состоянии очистить его имя. Сказала Мануэла, похоже, вы двое снова встали на ноги. Если у тебя возникнут какие-то проблемы, просто приходи ко мне в любое время. Я выслушаю все твои проблемы. Взамен я попрошу тебя примерить некоторые товары из моего магазина. Нефий спросила Мануэлу, почему ты так добр ко мне. Мануэла сказала, что это потому, что мы друзья, не так ли? Услышав это, Нефий почувствовал себя очень счастливым. Чистити тоже хочет дружить с Нефи. Вошли товарищи Чистил по команде, и Торрес испугался, что снова увидит Нефи. Чистил заметил, что они выбрали неподходящее время для своего появления. Внезапно появилась темная сила. Он назвался Саганом и похитил девочек. Чистил вытолкнул Мануэлу из опасной зоны. Он сказал, что если ты хочешь спасти этих людей, приходи в мой замок. Услышав это, рыцари лазурного неба немедленно напали на замок Зигана. Однако они попали в его магическую ловушку и не могли пошевелиться. Заган помнит, что он был в этой ловушке вместе с ней. Он думает, что не общался с ним всего полмесяца. Если он будет держаться на расстоянии, никто не сможет найти никакой связи между ними. Народ Каноидов принял Нефия с распростертыми объятиями. Она смогла бы жить там мирной жизнью, не имея никакого отношения к магам и церкви. Сказал рыцарь, нам все равно, что с нами случится, но, пожалуйста, сохраните жизнь Леди Чистил. Она сказала, что вы не виноваты в похищениях, и она даже выступила против кардинала, чтобы найти настоящего преступника. Было бы неплохо хотя бы пощадить ее, не так ли? Сказал Загин, я не понимаю, о чем ты говоришь. Появилась Мануэла и приземлилась рыцарю на голову. Она говорит Загану, что Нефий и Чиздейл были похищены. Пожалуйста, ты ведь можешь спасти их, правда? Заган думает, что если он попытается помочь ей, то все узнают об их отношениях. И если это произойдет, она не сможет избежать посещения церкви. Тогда Мануэла спросила его, почему ты колеблешься? Нефий как раз собирался вернуться к тебе, ты же знаешь. Она сказала, что хочет быть с тобой, что она хочет поддержать тебя. Неужели у вас игроков в Сталкер действительно нет эмоций? А почему ты был так добр к ней? Дагон чувствует, что это причиняет боль. Это ранит гораздо сильнее, чем любое нападение, которое он когда-либо испытывал. Племянница хотела, чтобы ты вернулся, даже после того, как он сказал ей что-то очень жестокое. Загон благодарит Мануэлу. Благодаря ей, у него теперь ясная голова. Ты прав. Колдуны – сплошное отребье. Они всегда думают только о себе. Они думают о других только как о простых инструментах. Они думают, что жизнь просто возникает из ниоткуда. Это правда. Волшебники просто обязаны думать о своих собственных интересах. Нефий принадлежит мне. Я устрою кровавую баню любому, кто посмеет с ней связаться. Меня не волнует, что я запачкаю руки или что существование колдуна будет запятнано. Я просто обязан защитить ее, даже если мне придется посвятить этому делу всю свою власть и манну небесную, как у архимага. Я собираюсь спасти Нефий. Саган, я хочу спросить Мануэлу, ты идешь? Сказала Мануэла. Конечно же, она моя подруга. Рыцари тоже хотят пойти с ним, чтобы спасти Чистила. Мануэла сказала Сагану, что их поглотила тень. Как нам их найти? Саган сказал, что это не проблема. Я очень хорошо знаю, кто преступник. В настоящее время целомудренные и Нефий находятся связанными в пещере. Эти ошейники и наручники запечатывают колдовство. В отличие от того, что было на Нефии раньше, в них, похоже, нет никаких сложных трюков. Она пыталась использовать свой мистицизм, чтобы уничтожить их. Но это бесполезно. У нее недостаточно природных элементов, чтобы использовать их. Оказывается, человеком, который похитил их, был Барбатос. Нефий спросил, Барбатос. Разве ты не друг учителя? Барбатос сказал, я никогда не думал, что найдется кто-то, кто будет так относиться к магам. Ты знаешь человека по имени Андреас Проклятый? Заган был первым колдуном, который убил его, а я был его учеником. Не пойми меня неправильно, месть за мастера – это не то, что делает колдун. Если бы Заган не убил его, я бы сделал это рано или поздно. Но замок, в котором он живет, деньги, на которые он купил тебя, и даже его мудрость были в моем распоряжении. Я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть, как он крадет у меня все верно. Для начала я пытался убедить церковь позаботиться о нем вместо меня, но у меня не очень хорошо получается. Моего приспешника тоже очень легко поймать, и те, кого я отправил сражаться с Заганом, тоже были легко побеждены. Она все еще понимает, что за похищениями стоит Барбатос. Она спросила, ты сделал что-то ужасное, чтобы свергнуть Загана? Барбатос сказал, что конечно же нет. Именно тот, кто чистил лицо, предложил принести себя в жертву. Нам нужно было провести важный ритуал. Я должен показать двенадцати Аркаменом, что я следующий Аркамен. Это единственный способ победить других кандидатов. У меня были неприятности, когда я потерял свои жертвы, но теперь у меня есть ты, с Манной Небесной, которую принес Беловолосый Эльф. Я могу открыть дверь. Нефи сказала Барбатосу, что возможно это бессмысленно, потому что ее учитель уже добился успеха в Аркумене. Вот почему он уволил меня. Барбатос, ты так же потрясен, как и я. Теперь он безумно ненавидит Загана. Он затащил Нефи в приготовленный им магический круг. Он готовится принести Нефи в жертву. Чистил велела ему остановиться и сказала, если ты собираешься принести кого-то в жертву, используй вместо этого меня. Барбхоз сказал Чистилу, даже если ты не будешь настаивать, я позже использую тебя для чего-нибудь другого. Мне нужен самый лучший инструмент для этого ритуала. Нефи вспомнил об этом инструменте. Именно так меня называли всю мою жизнь, но учитель ни разу не назвал меня инструментом. Я выживу и вернусь к учителю. Даже если он отругает меня и прогонит прочь, я упрямо останусь в замке. Я справлюсь за него, позволю ему спать у меня на коленях и сделаю все, чтобы он был счастлив. Это совсем не больно. Это ничто по сравнению с тем, когда он сказал мне уйти. Я принадлежал хозяину. Я не хочу, чтобы ко мне прикасались такие, как ты. Судья Барбатоз собиралась применить к ней магию, но тут появился Зган. Зган сказал, что это хорошо сказано Нефи. Меньшего я и не ожидал от своего ученика. Барбатозцы удивлялись, откуда Зга знает это место. Зган объясняет, что мои подозрения зародились, когда появился тот колдун Фостелер. Я могу предположить, что кто-то, кто умолял сохранить ему жизнь после встречи со мной, был способен проникнуть через мой барьер. И только один человек пришел мне на ум, когда я подумал о том, кто, возможно, имеет привычку проникать через мою систему безопасности. Барбатоз – это чистилище, вот как они тебя называют. Чистилище относится к царству между небом и подземным миром. Применяя эту концепцию к своей магии, вы создаете карманы измерения, которые помогают вам специализироваться на перемещении и призыве. У тебя это получается даже лучше, чем у меня. И точно так же, как у похитителя лиц, ты появился после того, как ангельские журналы нанесли мне визит, как будто проверяя результат. Я был бы сумасшедшим, если бы тогда ничего не заподозрил. Сказала Барб. Значит, ты все это время знал, и у тебя все еще хватает наглости служить мне. Сказала Тиган, мне было любопытно узнать, что ты задумал. А теперь, что еще более важно, ты причинил боль ней. Он сразу же набросился на руки и ноги Барбадоса. Заген разорвал цепи ней и спросил, не больно ли ей. Ней заплакала и сказала, похоже, тебе было гораздо больнее, чем мне, учитель. Я не знаю, что с тобой случилось. Если ты говоришь, что я тебе не нужен, мне, наверное, следует с этим смириться. Но если тебе причинили боль, то я знаю, что с тобой не все в порядке. Пожалуйста, не оставайся один, учитель. Барбос сказал, эй, придурок, я еще жив, так что не думай, что ты победил. Он произнес заклинание, но ничего не произошло. Ней недоумевал, что происходит. Сказал Загон, ты помнишь, как я описывал теоретическую конечную магию раньше, добавляя контуры к кругу заклинания изнутри, чтобы перезаписать магию. На самом деле есть небольшая хитрость, которая делает это возможным. Если ты используешь точно такой же круг для кастинга, ты можешь изменить его изнутри. Таким образом, заклинания будут подвергаться чему-то вроде гармонического подавления. Я был потрясен и спросил, это и есть сила наследия Андре. Сказал, если бы Андре смог справиться с чем-то подобным, он бы никогда не умер. В первый раз, когда я использовал магию, мне было 8 лет. Когда Андреас проклятый захватил меня в плен, он создал магический круг. Я вспомнил, как он выглядит, и тайком нарисовал его у себя на ладони. Не имея под рукой других инструментов, я использовал свою собственную кровь. Оглядываясь назад, я понимаю, что это была детская затея. Любитель не должен уметь имитировать магию, просто копируя ее форму. Но когда меня поймали при попытке к бегству, меня чуть не убили. Должно быть, это была счастливая случайность. Чудо стало возможным только потому, что я применил то же самое колдовство, но только на долю секунды. Барбатос был очень зол и применил серию заклинаний, но Заган нейтрализовал их все. Он полностью потерял сознание и сказал, что некоторые из этих заклинаний ты, возможно, не видел раньше, и ты смог преодолеть их все в одно мгновение. Заган сказал, что если бы это был твой лучший удар, то даже любитель смог бы справиться с ним при правильном выборе времени. Если ты хочешь называть себя волшебником, у тебя есть много возможностей для совершенствования. Совершенствование магии, которое находило отклик у меня, вместо того, чтобы просто реагировать на нее, было моим первым исследовательским проектом в качестве волшебника. И с тех пор я сижу в заперти в замке один, никогда не разговаривая. Никому, даже моим друзьям-мальчишкам, с которыми я когда-то жил на улице. Никто из них тоже не стал меня искать, и все же ты продолжал появляться, как бы явно я не выражал свое раздражение. Барбата сказал, что я мог убить тебя в любой момент. Мне просто было любопытно посмотреть, что там делает такой сопляк, как ты. Сказал Загон, тогда позволь мне показать тебе. Можешь ли ты сказать, что я превратил все круги кастинга, с которыми ты начинал в это? Прямо сейчас это работает только как магия физического усиления, но я намерен развивать ее дальше. Барбатос сказал, что ты поглощаешь мою магию. Загон сказал, что это действительно хороший способ выразить это. Я понимаю, почему раньше ты был кандидатом в Архиманы. Это напомнило мне, что Барбатос – это чистилище. Теперь, когда я стал Архиоманом, у меня есть собственный титул, мое второе имя. Я – убийца чародеев. Барбатос не смог отразить атаку Загона и был серьезно ранен. Загон уже съел все защитные запасы Барбадоса, а Барбатос никогда не знал никого, кто мог бы превзойти его в плане физического развития. А это значит, что даже если бы Барбатос был лучником, он не смог бы остановить удар из Загона. Барбатос сказал, пожалуйста, ты победил. Я клянусь, что никогда больше не покажу тебе свое лицо и поделюсь с тобой всеми своими знаниями. Мы ведь друзья, не так ли? Сказал Загон, может ли волшебник даже помыслить об этом? Он ударил кулаком по земле, чтобы напугать колючий шланг и сказал, я просто играю. Не нужно паниковать. Мы с Эбби, наверное, могли бы убить тебя, но это означало бы, что тебя больше не будут угощать хорошим спиртным. Я сам не очень разбираюсь в этом напитке. Сказала Барб. Ты проявляешь ко мне милосердие? Вот я и сказал, что, по-моему, такие вещи называются уверенностью в себе. Это задело гордость хозяина колючки. Он сказал, если ты оставишь меня в живых, клянусь, я убью тебя. Я гарантирую, что никогда не сдамся, пока не увижу тебя мертвым. Даган сказал, что все в порядке. При условии, что каждый раз, когда я выигрываю, выпивка за твой счет. Сказал Барбатов, о чем ты вообще говоришь? Что может выиграть колдун, если не убьет врага? Заган сказал, что в этом-то все и дело. Архичеловек, связанный условностями, выглядит немного нелепо, не так ли? Я собираюсь делать все, что захочу. Если я хочу, чтобы племянник открыто жил в этом мире, тогда мне просто придется взять его под контроль. Вот почему я тоже не убью тебя. Если тебе это не нравится, тебе нужно набраться достаточно сил, чтобы заставить меня передумать. Барбатоз сказал, что ты высокомерный ублюдок. Внезапно земля задрожала. Круг призыва Барбатоза активировался. Когда он ударил кулаком по земле, он, должно быть, подсознательно включился в этот магический круг. Заг и Барбатоз спросили его, что ты пытался здесь сделать? Барбатоз сказал, я планировал вызвать настоящего демона. А что такое демоны? Говорят, что они существовали в этом мире в древние времена, прежде чем покинуть его. Нет никаких доказательств того, что они когда-либо существовали на самом деле. Но есть теории, что символы, используемые в магии, а также в церкви, были переданы смертным богами или дьяволами. А ты, Раймель, призови одного из них. Это тень. Жертвоприношения не было, и случайная активация должна быть привела к несовершенному призыву. И несмотря на это все кончено, мы не можем победить, даже когда я стоял лицом к лицу с Архидемоном. Давление не было таким сильным. Это выше человеческих сил. Неважно, сколько власти мы могли бы получить, похоже, что смертные просто не могут сравниться с богами и демонами. Заган задавался вопросом, неужели я умру? Однако демон склонился перед Заганом и назвал его моим королем. Заган увидел светящуюся эмблему Архидемона. Заган задавался вопросом, что именно я унаследовал. В таком случае, Заган приказал ей вернуться туда, откуда она пришла. Магический круг исчез. Пещера рушится. Все быстро покинули пещеру. Прибыла еще одна группа рыцарей. Торос сказал, послушай, наша главная задача – обеспечить спокойствие личи и безопасность горожан. Это не значит, что мы помогаем какому-то злому колдуну. Затем рыцари забрали частилу, прежде чем вернуться домой. Мануэла сказала Загину, что вам двоим нужно разобраться с этим. Зин спросил Барбатоса, хочешь ли ты продолжать драться. Барбатос сказал, после того, что я только что увидел, что черт возьми я мог сделать. Ну и что теперь? Я принесу тебе немного хорошей выпивки, а ты снимешь меня с крючка. Сказал Заган, убедись, что это качественная выпивка. Барбитос ушел, оставив парочку в замешательстве. Заган не знал, что сказать ней. Ней сказал, учитель, я хотел бы остаться рядом с тобой. Я хочу быть с тобой. Зага знал, что причинил ней боль, поэтому он опустился на колени и сказал ей, я никогда больше не оставлю тебя одну. Я клянусь защищать тебя. Поэтому я хочу, чтобы ты называл меня по имени, а не господин, не раб, не мой слуга и не мой ученик. Я хочу для нас кое-чего другого. Ты принадлежишь мне и всегда будешь принадлежать, вечно, пока один из нас не умрет, даже после этого. Заган задавался вопросом, почему я не могу сказать что-то настолько простое, как я люблю тебя. Ней был так счастлив, что ты заплакал. Ней спросил, не мог бы ты, пожалуйста, надеть это на меня обратно. Я хочу это, потому что это то, что связывает население. Заган понял желание Нефи и согласился. Это немного внушительно для обручального кольца, но он предположил, что это все еще делает их похожими друг на друга. Нефи спросил Загана, в чем именно заключаются наши отношения, если я больше не твой раб, служанка или подмастерье. Заг, и мне стало интересно, хотел бы я знать. Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, сказать мне. Тем временем в городе все только и говорят о новом архимаге, который является колдуном со страшным лицом, живущим в затерянном лесу. Сказал один из жителей деревни. Я слышал, он сказал, что это кто-то из каких-то разбойников. Камеры и гриме слушают, как люди говорят о новом архмане. Похоже, что жители окрестных деревень очень любят Загана. Рими сказал Кимарису, что я думал, что ты обязательно станешь следующим архимагом. Тем временем Чистил отказывается возглавить охоту на 13-го архидемона Загона. Он дважды спас ей жизнь. Она не может предать это. Она сказала кардиналу Кладвеллу, что, как я установил, он не причастен к серии похищений. Он невиновен. Кардинал Кладвелл сказал, что вы защищаете колдуна, такие слова имеют серьезный вес. В таком случае Чистил Лопефист, настоящим вы освобождаетесь от должности рыцаря ангелов на неопределенный срок. Чистил не просил прощения. Этот человек ни разу не отступил от того, во что верил. Она хочет иметь возможность делать то же самое. Как командир ангельских рыцарей, Чистил настоящим отказывается от своего священного меча. Когда ей была дана сила священного меча, она с гордостью использовала его для защиты людей. Но в какой-то момент она просто выполняла приказы церкви, больше не в силах размахивать мечом по собственной воле, вот почему это к лучшему. Шостиль, пожалуйста, не выглядя такой несчастной, сказал лорд Кладвелл. Священные мечи сами выбирают своих владельцев. Если бы один из избранных был наказан подобным образом, это было бы просто немыслимо. Каким бы старым я ни был, я найду способ решить эту проблему. Сюда направляется некий человек, больше всего его пугают обладатели священного меча Рафель Харонделл. Я уверен, что до тебя дошли слухи о том, какой он безжалостный человек. Я могу только догадываться, зачем он приезжает. Она все еще понимает, что если ужасный ангельский рыцарь пребывает в такое время, как это, единственное, что приходит на ум. Это то, что он пребывает, чтобы очистить ее, как вероотступник. Тем временем Заган узнает о том, что такое архидемон, и о существах, известных как демоны, которые существуют где-то в мире. И о том факте, что один из этих демонов преклонился перед этим клеймом. С тех пор он уже две недели занимается этим вопросом. Среди материалов, которые он забрал из замка Маркози, не обнаружилось никаких зацепок. Племянник неожиданно тихо вошел в комнату, пытаясь застать его врасплох. Она хотела завязать ему глаза, но у нее были слишком короткие руки. Она заметила, что Заган в последнее время выглядит измученным из-за всех своих исследований, поэтому она попыталась подбодрить его. Однако, несмотря на то, что план Нефи провалился, Заган все равно находил ее очаровательной. Нефи закончил готовить сегодняшний обед. На закуску у нас салат из помидоров и зеленых овощей с заправкой кайзер и тертым сыром, а на гарнир ржаная булочка с маслом. На суп кум с овсянкой, она основное блюдо – тушеная баранина. Загляни к ней и узнай, что у нее есть еще новые рецепты. «Ну что же, тогда давай попробуем», – сказал Заган. «Я и понятия не имел, что еда может быть такой вкусной. Ты каждый раз так говоришь, лорд Зеган. Кроме того, сегодня на десерт я приготовил пудинг. Мисс Мануэла научила меня готовить его. Это лакомство готовится из яиц и сливок. Зеган попробовал его. Оно показалось ему таким сладким. Окружающий мир так огромен. Я и понятия не имел, что существует такой сладкий и радостный вкус. Внезапно он почувствовал, что кто-то приближается. Этот таинственный человек легко обошел ловушки вокруг замка и приблизился к Загану. Он – Валифор-призрак, один из других кандидатов в Архидемоны. Беоф сказал, что я убью тебя и заберу твою силу. Зган сказал, что я как раз готовлю ужин. Тебе придется подождать. Валафор действительно ждал, когда Заган закончит есть. Однако Валафор злится, потому что Заган насмехается над ним. Заган видит, что его рука не от колдовства. Он оттолкнул Валафора, потому что Вайф мешал ему есть. Ней проверяет Валафора и видит, что Вайф – девочка. Зеган был сбит с толку и задавался вопросом, неужели я только что сбил маленькую девочку с ног до потери сознания. Ней сказал, что тебе нужно успокоиться, лорд Зеган. Лекарства от простуды тут не помогут. Затем Зеган отнес ее в туалет. Он никогда не думал, что воспользуется этой комнатой для гостей, но хорошо, что он прибрался там на случай, если кто-нибудь из его друзей зайдет. Валифер проснулся и сразу же напал на Загана. Заган сказал Вайфу, что ты должен поблагодарить Нефеса. Если бы не она, я бы оторвал твою голову от шеи и выбросил ее вон. Валифер спросил, почему он спас ее, когда она пришла, чтобы убить его. Заган сказал, Нефий спас тебя, чтобы ты мог жить. Это так просто. Почему ты все-таки напал на меня? Белев сказал, что я хотел власти, потому что я слаб. Заган спросил об этом. Зачем же тогда преследовать меня из всех возможных целей? Белев сказал, что ты самый новый архидемон, и поскольку ты известен как убийца чародеев, я подумал, что смогу победить тебя, если не буду использовать магию. Заган сказал, что это правда, что я не могу нейтрализовать твои расовые способности, поскольку они не относятся к магии. Ты ведь дракон, не так ли? Я удивлен, что встретил живого дракона. Говорят, что драконы могут жить сотни тысячи, а в некоторых случаях даже десятки тысяч лет. Однако, глядя на испуганный вид Валафор в это время, Заган понял, что несмотря на то, что она была драконом, она все еще была ребенком. Он встал и сказал, ты бросил вызов архидемону. Это означает, что ты должен быть наказан. Я приказываю тебе помогать Нефию в течение недели. Заган думает, что пока она помогает, он может научить ее тому, что запрещено. Мораль – это не его конек, но он может научить ее, как вести себя, даже будучи злодеем. Если кто-нибудь когда-нибудь спросит Загана, ты же не собираешься меня съесть? Люди думают, что съев оперение дракона, они станут сильнее. Это удивило Нефи. Заган объясняет Нефи, что для обретения бессмертия нужно искупаться в крови дракона, пожирать его плоть, чтобы получить бесконечную ману. А из костей сделать эликсир, который может вылечить любую болезнь. Подобные легенды ходили с древних времен. Он догадывается, что именно поэтому она раскрыла свою личность. Сказал Заган, не смеши меня. Все, что я получу, съев такого сопляка, как ты, это неприятное послевкусие. Заган спросил Нея, остались ли у нас какие-нибудь остатки от обеда. Фоливер интересуется, что задумала Заган, и она собирается выбросить еду. Зеган сказал, к твоему сведению, я ненавижу людей, которые выбрасывают еду впустую, и когда эта еда, приготовленная ней, я убиваю их. Это заставило Волофа запаниковать и послушно съесть ее. Она почувствовала, что это вкусно, и не смогла остановиться. Сказал Заган, как только закончишь есть, помоги ней с тем, что ей нужно. Волифер спросил Загана, не боишься ли ты, что я могу напасть на нее в любой момент. Заган сказал, что ты неправильно все понял. Нея намного сильнее тебя. Однако Зеган все равно тайно наблюдал за ними, чтобы убедиться, что ней не угрожает опасность. Ней попросила Вайфа помочь ей по хозяйству. Волифор ранее поблагодарил ней за суп. Она сказала, что ней может называть ее четыре. Ней спросила Волифора, боишься ли ты лорда Загана. Волиф сказал, что его сила пугает. У меня не было ни единого шанса. Он не показал даже намека на свою истинную силу. Такой странный человек. Нефий спросил Волафа, что ты собираешься делать позже. Волиф сказал, я не знаю. Я слишком слаб, чтобы нацелиться на кого-то из других архидемонов. Подумал Загон, драконы были бы одними из самых терпеливых существ на свете. А что вообще ребенок-дракон делает в человеческом поселении, ведя себя как колдун? Балафер спросил Ней, почему ты подчиняешься этому человеку? Нефий сказал, я пришел сюда, когда лорд Зеган купил меня, но он обращается со мной как с человеком, а не как с рабом. Именно поэтому я и хочу быть здесь. В последующие дни Волифор постепенно начал расслабляться и начал работать без жалоб. Заган до сих пор не нашел ни малейшего намека на то, что такое архидемон. Ему нужно вернуться в логово Маркосии. Ему с трудом верится, что архидемон тысячелетней давности может вообще не интересоваться настоящими демонами. В таком случае, мог ли Маркосиас скрыть то, что он узнал? Входит Виафер и говорит Загану, что ужин готов. Валафер спрашивает, не думай, что я могу напасть на тебя, когда ты повернешься спиной. Это напоминает Загану слова Барбадоса, сказанные им ранее, если ты оставишь меня в живых, клянусь, я убью тебя. Заган сказал Валафу, что недавно кто-то сказал мне нечто очень похожее. Я сказал ему, чтобы он включал это в любое время, когда захочет. Вот почему ты получаешь тот же ответ. Я готов, когда бы ты ни был готов. И когда ты проиграешь, тебе придется работать на меня еще дольше. А потом они вместе поужинают. Биафору действительно нравится еда, которую готовит племянник. Внезапно Валафор извинился перед Заганом за то, что прервал его трапезу. Она почувствовала, что это было неправильно. Заган тоже видит, что теперь с ней все будет в порядке. Он сказал Нефе, что я подумываю о том, чтобы взять Валафора и исследовать замок Архидемона. Валафор сказал, ты что с ума сошел. Это было бы все равно, что поделиться со мной знаниями бывшего Архидемона. Точно так же, как и раньше, ты впустил меня в свою библиотеку, где хранятся твои жизненно важные секреты. Разве с тобой такого не случалось? Я мог бы украсть их. На самом деле мне все равно. Продолжай. Я считаю, что техника и знания – это вещи, которые предназначены для кражи. В любом случае, я убил и украл знания первоначального владельца этого замка. Не имеет значения, насколько долгоживущий ты дракон или насколько искусный колдун. А здесь ты всего лишь ребенок. А дети должны вести себя как дети, в том числе и действовать так, как им хочется. Здесь нет никого, кто мог бы тебя за это упрекнуть. Слова Загана заставили ее расплакаться. Он погладил ее по голове, чтобы успокоить. Валифер сказал, что ты можешь позвонить мне за два Зана. Валифор заснул после еды. Заган считает, что дети всегда будут детьми, даже если они драконы. Нефи подумала, что после того, как Заган продемонстрировал, что он не враг, она расслабилась. С ней было то же самое, когда она впервые попала сюда. Чудеса Загина – это Валафор, который помогает ей видеть сны о родителях. Нефи чувствует себя так, словно у нас теперь есть ребенок. Это заставило их обоих покраснеть. Ребенок – это семья. Возможно, было бы абсурдно, если бы такой архидемон, как он, стремился к нормальному представлению о счастье. В ее комнате находится Валафор. Она писала дневник. Так вот, прошла неделя с тех пор, как она была заключена в тюрьму аркоманом. Оказывается, она живет в одной комнате с ней. Вилфорд выполняет такую работу, как уборка, стирка и приготовление пищи. Для Вапори это утомительная работа, но она не чувствует боли, потому что не хвалит ее, если она хорошо справляется с работой. Но она не понимает отношений о Романа и Нефи. Она объясняет, что каждое утро Нефи начинает свою работу с того, что идет в комнату Загана, чтобы увидеть его лицо. Валафоре даже удалось подойти поближе из любопытства. Оказывается, Нефи наблюдает за Заганом только под разными углами. От этого у Нефи начинают шевелиться уши. А потом она тихим голосом говорит, что следующий день будет именно таким. А тем временем Заган целыми днями сидит в своей библиотеке и читает книги по магии. Он также дает своему ученику, которого зовут ней, практические уроки по магии. Есть вещи, которых Валафор не понимает, например, как Нефи сидит на коленях у Загана, и как Заган также продолжает дотрагиваться до серебристых волос Нефи, прежде чем отдернуть руку правильным движением снова и снова. Еще раз, когда Валафори шпионила за ними, ее поймали, и оба Нефи и Заган были удивлены. Валафоре беспокоилась, что ее накажут, даже если ее уют из-за этого. Но нет, они, кажется, ведут себя так, как будто ничего не произошло. Из-за этого Валафор не понимает, какие отношения существуют между Нефием и спорщиком. Но тем не менее жизнь с ними вызывает у нее теплые чувства. На следующий день ее отвезут в замок старого аргумена. Когда Мануэла увидит Валаф, Мануэла сделает ей комплимент, сказав, что она такая милая. Мануэла даже обнимет ее и спросит, может ли она забрать Валаф к себе домой. Но Заган говорит, что Валафор это не объект, и он не собирается ее отдавать. Так вот, оказывается, что это было в магазине Мануэлы. Выйдя из ее магазина, Заган говорит, что ходить в ее магазин всегда утомительно. Наоборот, ней считает, что они сделали правильный выбор, отправившись в магазин. Это потому, что Валафоре, похоже, нравится одежда, которую они только что купили. Вскоре после этого Валафоре благодарит Загана за это. Вскоре она уже держит Загана и не из-за руки. Мысленно Заган задается вопросом, что же это за чувство он испытывает в данный момент, поскольку оно отличается от того, как он заботится о ней, но странно теплое. Заган быстро предполагает, что это защитный инстинкт, понимая, что Заган думает, что если Барбатос услышит это, он будет беспокоиться, а Заган это голова. Значит, у него все еще есть грудная клетка. Она думает, что она такая дура, потому что ей пришлось вернуть свой священный меч, и она не может носить помазанные доспехи. Она думает, что ее уход приведет к серьезной задержке в розыске Загана. Но она чувствует себя вынужденной сделать это и недоумевает, почему. Она не собирается становиться между Заганом и Нефи, но она хочет, чтобы они жили мирно. Более того, для нее будет честью, если они будут время от времени вспоминать о ней. Она думает, что Ксаван тоже будет хорошим отцом. Но в разгар своих размышлений она случайно встречает Загана вместе с Нефи и Валафором. Увидев Валафора, она подумала, что она их дочь, и была так потрясена, узнав об этом. Вскоре Заган и ней тоже были потрясены. Заян быстро и на повышенных тонах говорит Чистилу, что они пока не делают ничего подобного. Вскоре после этого Валафер спрашивает, кто она такая. Услышав вопрос, Заган соглашается с вопросом Валафера и вместо этого спрашивает, кто она такая. Чистилу от этого становится не по себе, и после этого она представляется сама. Заган объясняет, что это потому, что Чистил одевается по-другому, поэтому он не может ее заметить. После этого за Чистилом гонятся три лазурных рыцаря. Они спрашивают Загана, что он сделал с Чистилом, но из-за этого Валов чувствует себя неуютно и хочет напасть на них. Заган запрещает ей это, потому что у Нефи там много друзей, и драка приведет к жертвам. Тогда три лазурных рыцаря возьмут Чистил, потому что кардинал Кладуэл зовет ее. Ее также просят больше беспокоиться о себе. Видя это, Нефи спрашивает Загана, все ли будет в порядке с Чистил. Но Заган говорит, что по крайней мере у нее есть большая поддержка и другие люди, на которых она может положиться. В то же время он думает, что если он вмешается, то это сделает ее положение еще более шатким. После этого Заган спрашивает Вальфора, не сделали ли ей чего-нибудь три лазурных рыцаря. Но волшебнику нужна причина ненавидеть ангельских рыцарей. В глубине души Заган надеется, что этот инцидент не приведет к еще большим неприятностям. Далее следует сцена, в которой Заган ведет Вальфорта в замок Архимага. Беллифорд поражена, увидев это, потому что не может поверить, что под землей есть такое здание. После этого Заган объясняет, что оно, вероятно, построено на поверхности, и Маркосия, скорее всего, использовала магию, чтобы опустить его вниз. Вскоре после этого Валофри говорит, что, по ее мнению, в замке живут драконы. Это из-за формы замка, и она чувствует его запах. Это заставляет Загана спросить, может ли она найти что-нибудь связанное с драконами внутри замка. Когда они начинают проникать в замок, Валифор спрашивает о том, что она видит. Оказывается, это что-то вроде голема или химеры, существа, созданного с помощью магии. Они продолжают идти, но опять же, Валифор спрашивает о магическом круге. Заган ничего не понимает, и Валифор говорит ему, что на нем изображены драконьи узоры. Сам Заган этого не знает, и Вайф чувствует, что она выясняет это за него. После этого Заган спрашивает ее об этой функции, и она говорит, что она скрывает дверь. Пока Валифорд пытается ее открыть, Заган замечает, что лицо Нефи краснеет, а уши шевелятся. Заян предполагает, что она ревнует, потому что он погладил Валафера по голове, и в данный момент делает то же самое, что и Нефи. Но Валафор застает их врасплох, и это заставляет Загана вести себя неловко. В следующей сцене они спускаются вниз через потайную дверь. Оказывается, там так много книг. Заганин говорит, что их цель – собрать все книги, в которых есть описание демонов или гербов Паркумена. Когда Заган просматривает книгу, Валар внезапно спрашивает его, может ли он читать мысли людей. Загану остается только гадать. Оказывается, Валар задал этот вопрос, потому что он может получить то, что хочет племянник, не спрашивая ее об этом. Она говорит ему, что ревнует. Но он говорит ей, что по его мнению, она сможет понять, чего хотят люди, если проживет тысячу лет, как Мархосиас. Услышав это, она спрашивает его, сможет ли она по-прежнему жить с ним, и он отвечает, что не остановит ее, если она попытается уйти. После этого Валифор просматривает книгу под названием 12 священных мечей. Заган быстро хватает книгу и замечает, что тексты «Архимандрит Крес» и «Священные мечи» взяты из одного источника. Другими словами, если он узнает больше о священных мечах, то сможет узнать и о гербах Архимандрита. Тем временем Чистил говорит сэру Рафаэлю Херенделлу, что ей приятно познакомиться с ним. Сэр Рафаэль также замечает, что она дева священного меча, так что он знает, что она была отстранена от службы за неповиновение приказом, но он хвалит ее за красивую внешность. После этого он прямо спрашивает ее, скольких колдунов она убила. Она отвечает, что по ее мнению это не та цифра, которой стоит хвастаться. Из-за этого один из рыцарей предупреждает ее, чтобы она говорила осторожнее. Сэр Рафаэль в ответ только смеется, потому что прошло много времени с тех пор, как он встречал кого-либо, кто осмеливался бы так с ним разговаривать. Не говоря уже о том, что она первая женщина, которая сделала это. Но после этого он сказал ей, что она может забрать эту честь с собой в загробную жизнь. Рыцари быстро защитили ее. К счастью, Кладуэл появился в нужное время. Кладуэл сказал ему, что его долг – защищать рыцарей. Затем сэр Рафал спросил, конфискует ли Кладуэл священный меч женщины. Он также объяснил, что священные мечи выбирают своих обладателей, и пока этот избранный жив, меч не может быть использован кем-либо еще. Именно поэтому он считает, что должен освободить Чистити от ее головы. В разгар спора между сэром Рафаэлем и Кладуэлом, Чистити говорит сэру Рафаэлю, что если они будут орудовать своими мечами по собственной прихоти, то они ничем не лучше головорезов. На самом деле, слова Чистил разозлили сэра Рафаэля, и он показал ей свой меч. Затем Кладуэл попросил ее поговорить с ним. Оказалось, что Кладуэл возвращает ей ее меч. Он даже не уверен, правильно это или нет, но он верит, что она найдет способ преодолеть это несчастье. Вскоре после этого она думает, что сэр Рафал манипулировал мечом, возвращая его ей в руки, и задается вопросом почему. В другой сцене видно, как Барбатос смеется над Заганом, потому что на самом деле он живет с маленькой девочкой. Когда Заган спрашивает его, откуда он знает об этом, он говорит, что по городу ходят слухи о том, что Заг похитил какого-то сопляка. Заган собирается уходить, потому что ему не нравятся отношения Барбадоса, но Барбадос говорит ему, что он будет с ним хорошо обращаться. Затем Барбадос спрашивает о ней, даже спрашивает, не является ли она его второй ученицей. Затем Заган говорит ему, что Барбадос знает ее. На первом этапе Заган думает, что Барбадос никогда не угадает правильно, потому что Барбадос раньше думал о ком-то другом. Но после этого Барбадос поднимает тему о Валифоре, который на днях совершил налет на его дом. Он даже рассказывает о гигантском парне в толпе и о слухах, что он дракон. Но Зеган все равно просто вышвырнул его вон. В конце концов Барбатоз не думает, что маленькая девочка это Вэл, потому что он снова спрашивает, кто эта маленькая девочка. Барбатоз тоже смеется, когда Загон говорит ему, что он удочеряет ее. Затем Барбатоз рассказывает ему о сэре Рафле, охотнике на чародеев, который убил 499 чародеев. Он говорит ему, что он будет пятисотым. Услышав это, он подумал, что странно, что этот человек убивает так много колдунов. Но Барбатоз говорит, что ходят слухи, будто сэр Рафл съел дракона. Это заставляет Загона вспомнить слова Валафа о том, что люди думают, что употребление драконьего оперения сделает их сильнее. Это также объясняет, почему Валаф ненавидит ангельских рыцарей. После этого Барбатоз говорит, что он просто хочет, чтобы Заган снова встретился с ним и поладил с ним. Когда Заган спрашивает Барбатоза, чего он на самом деле хочет, тот отвечает, что это поместье Марка Чоуза. Быстро Заган отказывается от своего желания, потому что Заган знает, что Барбатоз скроет все, что он не хочет, чтобы видел Заган. В середине разговора кто-то, похожий на сэра Рафла, подходит к маленькому бару. Но как раз в это время Заган спрашивает Барбатоза, как выглядит сэр Рафл. Когда Барб Хоуз подробно объясняет это, тот, кто только что пришел, действительно сэр Рафаэль, и он сердито подходит к ним. Видно, что Барбатоз потрясен, увидев сэра Рафаэля, но Заган кажется спокойным. Девушка из бара тоже боится сэра Рафаэля, даже падает в обморок. После того, как посетители бара разбегаются, Барбатоз нападает на сэра Рафаэля. Но Заган останавливает его колдовство. Заган отвечает ему спокойно. Он говорит Барбатозу, что вместо этого он испортил напиток Зана. Барбатоз удивляется спокойствию Загана. Он спрашивает Загана, собирается ли он просто позволить сэру Рафлу разделать его. Заган объясняет, что он не думает, что сэр Рафл придет драться. Затем Зан спрашивает сэра Рафаэля о его намерениях. Сэр Рафел говорит ему, что у нового архимага похожа хорошая голова на плечах. В глубине души Заган считает, что ему на самом деле нечего сказать горе людей. А потом отец девушки из бара спрашивает Барбатоза, выживет ли его дочь. Барбатоз понятия не имеет об этом, но пытается спасти ее с помощью целительного колдовства. Ты же знаешь, что Барбатоз на самом деле не силен в этом. Когда я слышу их разговор, у меня возникает желание сесть рядом с ними. Заган замечает, что девочка просто падает в обморок и не нуждается ни в каком колдовстве. После этого Заган снова спрашивает сэра Рафаэля. Он называет сэра Рафаэля убийцей драконов. Сэр Рафаэль говорит ему, что он слышал, что Заган сцепился с одним из своих товарищей рыцарей. Вот почему сэр Рафель хотел взглянуть на Загана. Заган понимает, что сэр Рафаэль имеет в виду честность. Затем он отвечает, что должно быть он не выглядит особенно выдающимся по сравнению с сэром Рафаэлем. Это заставляет сэра Рафаэля рассмеяться и сказать, что Ксавин выглядит именно таким злодеем, каким его считают слухи. Затем Заган поднимает тему о том, что у сэра Рафаэла есть хобби – убивать колдунов. Он напрямую спрашивает сэра Рафаэля, не возражает ли тот, что там есть два колдуна. Но сэр Рафель объясняет, что все, что он когда-либо делал, это тушил тлеющие угли, которые могут превратиться в ад. Заган не верит тому, что сказал ему сэр Рафель. Затем сэр Рафель просит Загана подтвердить, что Загану случалось сражаться с Чистилом раньше, и достаточно ли силен Чистил, чтобы представлять для него угрозу. Но Заган понятия не имеет, он добавляет, что Чистил был более грозным, чем кто-либо, с кем он когда-либо сражался раньше. Услышав это, сэр Рафель пришел к выводу, что она представляет серьезную угрозу для церкви. Более того, сэр Рафель объясняет, что она возражала против охоты за ковчегом, и это дает церкви более чем достаточно оснований избавиться от нее. Услышав это, Заган удивляется, он думает, что Чистил настолько глупа, что понимает, в какие неловкие положения себя ставит, в то время как она могла бы просто притвориться, что это так. Плыви по течению. Вскоре после этого сэр Рафель уходит. Внезапно Зиан понимает, что сэр Рафель просто хотел подтвердить связь между Честью и Заганом. Это потому, что сэр Рафель ищет оправдание, чтобы расправиться с ней. Когда сэр Рафель собирается уходить, Заган звонит ему и говорит, что участил много друзей в городе. Эти люди будут оплакивать ее смерть, а город – территория Загана. Неожиданно Заган угрожает сэру Рафаэлю, что если он выйдет за пределы города, Заган быстро с ним расправится. Это заставляет сэра Рафаэля смеяться. Он говорит Загину, что Заган на самом деле такой, каким он его себе представлял. Сэр Рафаэль добавляет, что это своего рода зло, на искоренение которого церковь направила бы свои ресурсы. После ухода сэра Рафаэля Барбатос говорит Загану, что ему это не нравится. Он не приказывал Загану преследовать старика и убивать его. Заган просто ответил ему, сказав, чтобы он уходил. Это удивило и разозлило Барбато, он предположил, что Заган приказывает ему умереть. Заган признает, что он действительно хочет смерти Барбатоса, но Заган объясняет, что это не то, что он имел в виду. Тот факт, что Заган хочет смерти Барбатоса, лишает Барбато дара речи. Затем Заган говорит ему проверить Чистила, потому что он может использовать свою магию телепортации. Затем Барбатос говорит Загану, что Чистил тоже рыцарь-ангел, и Барбатос заверяет его, что он серьезно настроен помочь ей. Но Зегин просит его поторопиться, это заставляет Барбатоса думать, что Заган странный, и Барбатос уверен, что Заган пожалеет об этом позже. После этого Барбатос уходит со своим колдовством. В одно мгновение Заган понимает, что Барбатос уходит, не заплатив по счету. Заган думает, что это он его прогнал, но в данный момент ему кажется, что Барбатос одержал над ним верх. Зоя возвращается домой, и он думает, что Ней сейчас спит. Но оказывается, что Ней все еще не спит и приветствует его. Заган говорит ей, что она могла бы лечь спать первого числа. Но Ней просит его вести себя потише, потому что Валифор засыпает. Так что Валиф настоял на том, чтобы дождаться Загана и заснул. Нефи говорит Загану, что она усердно работает в течение дня. Зелф помог Нефи отнести все книги, которые мы взяли из замка Архмана, в библиотеку. Она сделала это, потому что хотела, чтобы Заган поскорее прочитал эти книги. Нефи Бетс Вайфор была по-настоящему счастлива, когда Заган сказал Вайфоре, что она может остаться с ним на тысячу лет. Затем Заган сказал Нефи, что любой, с кем драконы могут провести время, должен казаться им по-настоящему ценным, поскольку драконы живут очень долго. Заган также заметил, что чувствовала Валов, когда потеряла своих родителей. Из-за этого Заган считает, что ему следует избавиться от сэра Рафаэля до того, как он встретится с Валовом. Услышав это, Нефи говорит Загану, что было бы неплохо, если бы Нефи тоже мог остаться с ним на такое же время. Заган удивлен, потому что он говорит, что Нефи определенно тоже будет там. Нефи кажется таким счастливым, когда слышит это. После этого они замечают, что стали очень близки. Загану кажется, что он никогда раньше не видел ее так близко. Он также чувствует запах ее тела и видит ее мокрые волосы. Это вызывает у нее желание поцеловать ее. Но когда они собираются поцеловаться, появляется Барбатоз. Как раз в тот момент, когда Барбатоз собирается что-то сказать, видно, что Заган настолько взбешен, что даже велит Барбатозу выйти на улицу, и он превратит Барбатоз в фарш. Он не понимает, почему Заган так зол, но он показывает им, что берет частила. Значит, напиток частила отравлен. Заган говорит ней, чтобы она угостила его. Из-за этого она двигается и покидает спящего Валафора. Но это заставляет Малифора проснуться. Сразу после этого Валафор видит частите, которая является ангельским рыцарем, и собирается напасть на нее. Быстро Заган останавливает ее и говорит, что Валафор не может напасть на своего гостя. Заган спрашивает Валафор, ненавидит ли она рыцарей ангелов. Вейлор отвечает, что она стала колдуньей, чтобы отомстить рыцарям ангелам. Заган снова спрашивает Валифора, не частил ли тот, кто причинил вред Валафору. Затем она объясняет, что тот, кто убил ее отца, это тот, у кого есть священный меч. Заган вверяет Валифору, что если он не частил, то она может убить частила, и тому, кому ты хочешь отомстить, будет все равно. Из-за этого у Валафоры просто прибавится врагов, а враги станут дополнительными препятствиями для ее мести. Белив сердится и спрашивает, что известно Заге. Затем Зага говорит ей, что месть заключается в том, чтобы заставить ее жертву бесконечно страдать и молить о смерти. Так что, когда Валифора удовлетворена, она убивает врагов, и это имеет значение, когда ее месть будет завершена. Заган добавляет, что простая месть не принесет Валифоре никакого утешения. Это заставляет Валифа спросить Загана, мстил ли он когда-нибудь раньше, на что Заган отвечает, что он сделал это, но потерпел неудачу, потому что убил врага в одно мгновение. И от этого ему не станет легче. Валиофер наконец-то понял. Видно, что Чистилу Ил только что проснулся. Она спрашивает, где она, и выясняется, что Заган находится в комнате. Он говорит Чистилу, что она отравлена, и не филечит ее. Вскоре после этого Чистил вспоминает, что ее вызвали с письмом, в котором не указан отправитель. Затем она встретила кого-то из церкви и упомянула о фракции примирения, так что они хотели сосуществования и совместной жизни. Но Чистил говорит, что она никогда не знала о существовании такой фракции. Не говоря уже о том, что этот человек никогда не показывал ей своего лица. Его причина в том, что он хочет быть в большей безопасности. Но она говорит, что ей показалось, будто она откуда-то узнала его. Этот человек просит ее присоединиться к нему, но он сказал ей, что в данный момент в этом нет необходимости. Он также посоветовал ей вызвать скорую помощь на случай, если ей понадобится помощь. Когда она заверила, что это его имя, он ответил, что она может сказать «да» или «нет», но думать об этом, как об имени лидера церковной фракции. Тогда она была так смущена своим решением, не говоря уже о том, что в нынешней церкви есть сэр Рафаэль. После этого она выпила чаю, и в одно мгновение появился барбатрос. После этого Заган спрашивает ее, кто мог ее отравить. Она думает, что это мог быть сэр Рафаэль, хотя на самом деле не уверена. Но Заган говорит ей, что это должно быть не он, так как он может легко убить ее. Чистил немного удивлена, потому что Заган знаком с сэром Рафаэлем. Затем Заган говорит ей, что в данный момент она может остаться в замке, так как она подруга Нефи. Заган собирается уходить, но Чистил останавливает его. Тот факт, что она потянула Загина за мантию, немного раздражает его. Чистил просит его еще немного побыть в ее комнате. Заган говорит ей, что она могла бы попросить об этом Нея. Но оказалось, что из-за того, что Нея в данный момент не могла проснуться, Заган решает остаться в комнате и почитать книгу, но для этого он отодвигает стул. Это заставляет Чистил задаться вопросом о том, чего она хочет достичь, и хочет ли она, чтобы Заган повернулся в ее сторону. Но она все равно хочет, чтобы и Заган, и Нея обрели счастье. Она приходит к выводу, что хочет быть частью их счастья. Но она задается вопросом, каким образом это может произойти. Но оказывается, что Зиан делает Чистилу своей служанкой вместе с Нефием. Чистил не может этого вынести, так как она может прикасаться только к мечу, но Заган объясняет, что она живет в замке небесплатно и благодаря этому может зарабатывать деньги. Затем Чистил говорит Зану, чтобы он делал это помягче, потому что она чувствует давление. Но вскоре после этого Чистил видит безумного Вайфора. Чистил говорит Немезиде, что она видела Ваофора ранее в городе и приветствует ее. Но вместо этого Вайфорд запрещает Чистилу разговаривать с ней без причины. Даже Вайфорд называет ее хвостатой головой. Услышав это, Чистил задается вопросом, что она сделала с Вайфором. Беофри уходит, а Заган объясняет Чистил, что отец Вайфа был убит обладателем священного меча. Он добавляет, что Чистиль не несет за это ответственности, и он не ожидает, что Чистиль будет оправдываться перед Вайфором. Это заставляет Чистиль сказать Загану, что Чистиль лучше уйти. Но Заган не дает разрешение и пренебрегает ею. Зеган упоминает, что Валафори принадлежит к гордой расе, и он сомневается, что гордость позволит ей совершить какую-нибудь глупость. Внезапно раздается крик Чистила. Оказывается, Валафори подарила ей лягушку. За короткое время это произошло уже три раза. Это заставляет Зага смеяться над Чистилом. Чистил затем говорит о своей гордости, которая удерживает ее от совершения глупостей, как то, что Заган сказал ей ранее. Но Заган думает, что это результат того, что Валов пытается преследовать Чистила, не прибегая к насилию. Сила ВФ. В конце концов, Валов все еще ребенок, так что нет ничего странного в том, что она так выражается. Тогда Чистил думает, что Заган относится к Валов так мягко. Но вскоре после этого к Чистилу снова прилетают лягушки, и конечно же Чистил снова кричит. Видя это, Заган думает, что Чистил действительно бесполезен вне боя. Затем Заган уходит, но перед этим Заган говорит Чистилу, что по крайней мере в данный момент она кажется чувствует себя немного лучше. Из-за этого Чистил задается вопросом, беспокоился ли Заган о ней. Затем следует сцена, в которой Вайфор снова пишет дневник. Она пишет о Чистиле, ангельском рыцаре, который живет в замке Аргумена. Так вот, Вайфор подарил ей множество животных, таких как тараканы и змеи. Даже Чистил выглядит таким дерьмом, когда ему дают только банановую кожуру. Для рыцаря, похожего на ангела, это просто отстой. Валиов начинает жалеть Чистила, и Вайф тоже думает, что в этом нет ничего сложного. После этого Заган приходит в комнату Вайфера. После этого Чистил и ней принимают горячую ванну. Нефи объясняет, что Заган достаточно мил, чтобы вымыть горячую ванну, чтобы она могла принять горячую ванну сама. Вскоре после этого Шейк все еще понимает, как они вдвоем могут легко принимать горячую ванну вместе. Затем Нефи говорит им, что в последнее время они часто принимают горячую ванну вдвоем, даже моют друг другу волосы и прижимаются друг к другу. Чистити действительно потрясена, услышав это. Но оказалось, что Нефи означает волофор, а не ней. Когда Чистил подтверждает, кого имеет в виду племянник, ней понимает, что Чистил намеревался спросить о Загане. Вернувшись в комнату Валафера, волоф спрашивает Загана, не хочет ли он прочитать ей лекцию о том, что она сделала с Чистилом. Затем Заган говорит ей, что никаких шалостей во время еды или связанных с едой. После этого Заган спрашивает ее, хочет ли она продолжать жить в замке. Так что Заган и Нефи предполагали, что она согласится, но Заган считает, что ему следует проверить, как себя чувствует Вальфор. Более того, он говорит Вэфоре, что если у нее есть что-то, что нужно сделать, она может ответить после того, как об этом позаботиться, и она вольна делать все, что ей заблагорассудится. Загин и Нефи всегда будут ждать. Вайфор благодарит его за это. А потом Вайфоре приснился сон о ее отце. В этом сне убийца ее отца, кажется, сэр Рафаэль. После этого Вайф приходит в комнату Чистилы, где она спит. Похоже, что Вайф хочет напасть на Чистилу. Но потом Вайф просто сжимает ее щеки. Вилфор думает, что было бы проще, если бы Чистил вытащила свой меч и разозлилась. После этого Нефи звонит Загану и сообщает ему, что Вайф ушел. Видно, что Вайфор снова пишет дневник. Она рассказывает, как Заган попросил ее стать его дочерью и дочерью Нефи. Она удивлена этим, но все равно чувствует себя счастливой. Это заставляет ее вернуться к тому дню, когда она впервые приехала в замок, и осознать, что в данный момент она ощущает тепло в груди. Она сама признается, что ей нравится, как Заган гладил ее по голове и когда не обнимал ее. А также, когда Заган учил ее готовить по-нейски. Но оказывается, Валафорт приходит к выводу, что если она останется в замке, то забудет о своей месте и захочет остаться с Заганом и ней. Так что она думает, что больше не может там оставаться. Так вот, что касается дневников, то она называет их журнал наблюдений Архимага. В глубине души она благодарна Загану за то, что он хотел, чтобы она была его дочерью. Белефер приезжает в замок Архимага. Она думает, что сможет найти достаточно силы, чтобы убить обладателя священного меча. Поскольку она уже бывала там раньше, Заган устроил все так, чтобы она могла попасть внутрь. Она осознает, что пробираясь внутрь и забирая вещи без его ведома, она предаст его. Но ей все равно нужна сила. Но когда она собирается открыть дверь, появляется сэр Рафл. Белефер задается вопросом, не следит ли он за ней. Вскоре она замечает, что он священный меч, судя по его запаху и мечу. Сразу после того, как она увидела меч, она поняла, что именно он убил ее отца. Она тоже помнит его лицо. Но он сказал ей, что никогда раньше не встречал такой девушки, как она. Это разозлило ее и показало ему, что она дракон. И из-за этого сэр Рафаэль всегда на готове со своим мечом. Баттлф понимает, что ей следовало бы знать, что у нее не будет ни единого шанса против обладателя священного меча без плана. Она зовет Зегана, но Зеган уже там и пытается остановить сэра Рафаэля. Он говорит сэру Рафелю, что тот может делать все, что захочет. Но по крайней мере у сэра Рафеля должен быть комендантский час. Из-за этого Валафер спрашивает у Зага, почему он это делает. Заган просто сказал, что у него под рукой есть неудобный транспорт, поэтому я попросил его отправить туда Зага, поскольку было очевидно, куда направится Валов. Вскоре после этого появляется Барбата. Зная объяснение Заган, она объясняет, что это не совсем то, что она имела в виду. Но помня, что она предала Заган, она спасла ее. Из-за этого она плачет. Заган объясняет, что он мог понять, что она чувствовала. Это заставило ее изменить форму дракона, и она извинилась. Загану стало легче, потому что он успел вовремя. Внезапно из другого замка Нефи спрашивает Загана о Ваафоре. Заган говорит ей, что с Ваафором все в порядке, и он вернется после того, как разберется с другим делом. Затем Хавен продолжает разговор с сэром Рафаэлем. Он говорит, что действительно предупреждал сэра Рафаэля о том, что произойдет, если он переступит границы дозволенного. Сэра Рафаэля немного смешит то, как волшебник защищает кого-то другого. Заган быстро объясняет, что Ваафоре это не просто кто-то, потому что она его дочь. Это удивляет Ваафоре. Узнав об этом, сэр Рафел решил, что это звучит как подходящая причина. Тогда Зан просит Ваафоре отступить. Он собирается напасть на сэра Рафаэля и угрожает ему. У сэра Рафаэля нет выбора. Когда он показывает свою силу, колдовство Загана рушится. После этого сэр Рафаэль объясняет, что клинок однажды победил Арумена и жег все их колдовство огнем очищения. Эта способность, доступная только истинному владельцу священного меча. Это удивляет Барбатоса. Затем Ваэф спрашивает Загана, почему он провоцирует сэра Рафаэля стать серьезным. И Заган отвечает, что это потому, что он пообещал ей, что научит ее, как отомстить. Вскоре Заган приближается к сэру Рафаэлю и нападает на него. Затем сэр Рафаэль с удивлением замечает, что заклинание Загана не исчезает. Так вот, поскольку священный меч уже разрубал одного из них, Заган извлек уроки из наследия Арумана Мэри и использовал их для создания новых защитных мер. Заклинание постоянно черпает ману из окружающей среды, чтобы поддерживать себя. Заган говорит сэру Рафаэлю, что даже очищающего пламени будет недостаточно, чтобы преодолеть его в одно мгновение, и Заган называет это небесной чешуей. Сэр Рафаэль отброшен назад, но он собирается снова напасть на Загана. Заган задается вопросом, удалось ли сэру Рафаэлсу все еще держать свой меч, потому что этого было бы достаточно, чтобы сломать руки большинству людей. Заган снова защищает атаки сэра Рафаэлса с помощью своей небесной чешуи. После этого Заган говорит, что по его предположениям ему хватит всего трех ударов. Это неплохой результат для теста, но предстоит пройти долгий путь, прежде чем считать его завершенным. Это выводит Барбадоса из себя, и он говорит Загану, чтобы тот перестал хвастаться, как легко у него все получается. А потом сэр Рафаэль собирается снова напасть на Загана. Вскоре Заган бьет его, и сэр Рафаэль снова отбивается. Заган объясняет, что теперь, когда пламя очищения исчезло, он может использовать и другую магию. Это превращает Валафор в лабиринт, но в забавном смысле, и Загану это даже нравится. После этого Заган предполагает, что сэр Рафаэль больше не может стоять на ногах. Ведь ангельские рыцари не похожи на волшебников. Даже с благословением помазанных доспехов критический удар, подобный предыдущему, выведет его из боя. Но оказалось, что сэр Рафаэль снова встает с кровоточащей головой. Сэр Рафаэль признает, что Заган обладает невероятной силой, но видя, что Заган так потрясен, он задается вопросом, что же именно представляет собой сэр Рафаэль. Тем временем Чистил спрашивает Ней, а где Заган? Она идет за ним. Затем Чистил замечает тень на колдовстве Барбатоса, и Нели говорит ей, что Барбатос отвез Загина в Вайфор. Чистил спрашивает, все ли в порядке с Вайфором, и Ней говорит ей, что с Вайфором все в порядке. Но Ней добавляет, что Заган защищает Вайфор от кого-то, кто напал на нее. Зная, что Чистил просто считает, что ей следует уйти, я понимаю, что она должна уйти. Но вскоре Чистил понимает, что это ее вина, что Вайфор ушла в первую очередь. Она слишком много думает о том, почему она должна уйти, поскольку церковь скорее всего убьет ее в данный момент. Тот факт, что она встала на сторону колдунов, просто заставляет ее чувствовать чистый эгоизм. Увидев Чистила, Ней спрашивает ее, все ли с ней в порядке. Затем Чистил спрашивает ее, не собирается ли она уйти. Нефи объясняет, что Заган велел ей подождать. После этого Чистил говорит ей, что она ей немного завидует. Но услышав это, Нефи говорит, что она тоже ей завидует. Это потому, что Чистил может пойти за Заганом. Так что Нефи надеется, что она сможет встать на его сторону и помочь ему, когда дело дойдет до драки. Это заставляет Чистилу плакать. Она понимает, как глупо было становиться врагом Загана и Нефи после того, как они оба так сильно помогли ей. Чистил надеется, что она тоже сможет помочь Загану, но в любом случае она ангельский рыцарь. Чистил не знает, что делать, и то, что ее отравили, беспокоит ее больше, чем она думала. Затем Чистил объясняет, что она не хотела поворачивать свой клинок против Зина и хотела сражаться на его стороне. Внезапно Ней говорит Чистил, что она знает, что делать в данный момент. Ней продолжает рассказывать о том, как во время их первого разговора Чес все еще говорила, что Заган казался ей одиноким. И Ней немного завидовала, потому что думала, что она единственная, кто поймет Загана. Но она была счастлива, потому что это означало, что где-то есть люди, которые могут понять Загана. В глубине души Чистил думает, что в данный момент ней сильнее, потому что она любит Загана и она любима им. Вскоре она все же осознает, что Нефи пытается утешить ее и задается вопросом, почему Нефи это делает. Нефи говорит ей об этом, потому что они друзья, и тогда Чистил погружается в колдовство Барбадоса. Возвращаясь к сэру Рафаэлю, мы видим, что его раны заживают. Заган думает, что слухи о том, что драконья плоть наделяет особыми способностями, были правдой. Но вместо этого он поздравляет Валафора с этим. Потому что она может начать думать о том, как она собирается наказать его. Затем она говорит, что ее отец был ее гордостью и отрадой. Так вот, ее отца зовут Арабас, дракон, которого сэр Рафаэль убил в прошлом. Это удивляет Барбадоса и Загина, потому что Арабас был легендарным драконом, и тот факт, что сэр Рафаэль убил дракона, удивляет его еще больше. Вилфорд продолжает объяснять, что ее отец использовал свою мудрость, чтобы помочь людям, и за его руководство они назвали его мудрым драконом Арабасом. И однажды группа ангельских рыцарей пришла к нему с визитом. Его отец ушел с этими рыцарями и больше не вернулся домой. Через семь дней она решила отправиться на его поиски. Но она обнаружила, что сэр Рафаэль вонзил нож в тело своего отца и пьет Арабас крови. Валифор был потрясен и заплакал, узнав, что сэр Рафаэль собирается напасть на Валифора. Но Заган быстро остановил его. Он схватил сэра Рафаэля так, что тот снова был отброшен назад. Но сэр Рафель быстро поднялся и атаковал Валафора. Это заставило Валафора тоже прибегнуть к колдовству. Но внезапно появляется частит и защищает сэра Рафаэля своим мечом. Валов удивляется, как это частит может прийти. Барбадос в одно мгновение осознал, что он не закрыл свою тень. Тем временем Азаган замечает, как Чистил может остановить меч Рафла и колдовство Валафера одновременно. Затем Валафер спрашивает Чистил, что она делает. Чистил объясняет, что именно она вторглась в дом Валора, но она просит Валфорта просто говорить вежливо. После этого Зеган говорит, что настало время, когда Валфорт сможет сделать так много. Затем он спрашивает сэра Рафла, чего тот пытается достичь, поскольку нет никакого удовольствия от убийства того, кто практически умоляет о смерти. Он добавляет, что когда сэр Рафл услышал имя Аурабас, вся его жажда крови исчезла. После этого Чистил говорит Зану, что именно сэр Рафл вызвал ее с этим письмом. Он Робас из фракции Примирения. Когда Зан просит сэра Рафаэля объяснить, что происходит, что-то происходит. Заган спрашивает, что это за миазмы. Там есть большое существо. Барбатос думает, что это демон. Заган думает, что это возможно голем, созданный по образу и подобию демона. Тогда это существо поглощает манну из окружающей среды, чтобы питать себя. Но затем Виела предсказывает Зану, что это страж замка Аркана, так что ударная волна от столкновения священных мечей должно быть сломала печать. Барбатос спрашивает Загана, что ему делать, потому что с такой скоростью он может поглотить их всех. Заган пытается использовать свое колдовство, но оно не действует на голема. Затем голем собирается атаковать, и Заган быстро просит остальных убраться во своясе. Оказывается, Валифорд не двигается, и она почти получает удар. Но сэр Рафл защищает ее своим телом. Это выводит Загана из себя, он использует небесную чешую, чтобы атаковать голема, и в конце концов голем разбивается в дребезги. Когда Заган приходит к Вейфору, выясняется, что рана сэра Рафла слишком близко к сердцу. Заган задается вопросом, почему сэр Рафл сделал это. Сэр Рафел говорит Загану, что все, что он сделал, это его долг, и это не касается Загана.